Дорогие коллеги, я рада вас приветствовать на нашем заседании, которое будет посвящено вопросам реставрации и музеологии. У нас есть несколько блоков докладов. В целом мы постарались выстроить наше заседание в хронологической последовательности. Пока что у нас программы без изменений, то есть то, что было опубликовано на сайте, никаких изменений на данный момент пока не было внесено. Дорогие коллеги, мы начнем our meeting, which is devoted to the problems of restoration, musification, and other issues of museum studies. And we are very glad to welcome our colleagues from abroad. I see not only our dear reporters, but also participants from other sessions. I am very glad to see you here as well. I am very glad to see you as well, Katharina. So, we start with my short presentation, short report on the problems of the corner chamber of the Mashikov Palace, which is today a part of St. Petersburg University. And this unique monument of architecture and unique archaeological site is under restoration and it is in progress. So, I am to present only some results and some ideas of the great process in which a lot of colleagues are involved. It is, first of all, the St. Petersburg Laboratory, archaeological laboratory named after Gleb Lebedev. And its head, Yelena Mihailova, and the main researcher Kirill Shmielev, and also the Studio 44, or the Studio 44, which was responsible for the architectural investigation of the building. So, and today in St. Petersburg, a working group with the main researchers of the architecture, archaeology, restoration, is working on the, on the project of the, on the project of the musification of this building. And so, today I'll very briefly speak about the main problems, focusing on the architecture as it is my interest of study, first of all. Thank you very much. 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 музеификации. Над этим проектом с 2018 года работает большой коллектив авторов, исследователей, архитекторов, реставраторов, археологов. И архитектурный надзор на первоначальном этапе с 2018 года осуществляла студия 44. И основные архитектурные исследования и подготовленные реконструкции были сделаны Натальей Широковой и Виталием Антипиным при участии Дмитрия Коваленко, Анны Шатровской и Марии Голубиновой. Археологические исследования проводились в лаборатории археологии, исторической социологии культурного наследия имени Глеба Лебедева Еленой Робертовной Михайловой и Кириллом Владимировичем Шмелевым. Собственно, за последние два года уже вышло ряд статей, в которых были опубликованы ряд исследований отдельных экспонатов, отдельных элементов, которые были обнаружены в результате археологических раскопок. И сейчас в Санкт-Петербургском университете, как я уже сказала, работает, создана рабочая группа, которая выработает окончательный проект модификации. Поэтому мое выступление – это желание познакомить научное сообщество именно с турой проблематикой, которая находится еще в значительной стадии разработки. Итак, мы обращаемся к актуальной для этого года теме архитектуры Петровского времени. И тот памятник, о котором пойдет речь, является новейшим открытием, которое во многом является сенсацией в мире, как архитектурной археологии Петербурга, так и, собственно, изучение других аспектов, которые связанных с историей этого места. Васильевский остров, как первоначальная вочина генерал-губернатора Менщикова. И его усадьба, которая здесь представлена на плане 1921 года из шведского военного архива, входит целиком в состав комплекса Санкт-Петербургского университета. И на протяжении на протяжении с 1730 года до дореволюционных времен составляла кадетский корпус, менявший свое наименование в течение этого периода. Осуществлявшийся с конца 60-х годов на протяжении всех 70-х и завершившееся открытие Менщиковского дворца как музея исследования, положили, заложили научную основу для изучения этой части города, имевшей в Петровское время важнейший характер. Поскольку это была государственная резиденция, которая, хотя и принадлежала Менщикову, но использовалась для важнейших государственных событий. Кроме того, это сад с скульптурой. И этот комплекс сохранился и был изучен в своей центральной части достаточно хорошо. Итак, собственно, центральное ядро Менщиковского дворца к началу 80-х годов было подготовлено к музеификации и вошло в состав государственного эрмитажа, в котором пребывает и благополучно до настоящего времени. Это вот это центральное ядро, корпус. Остальные части, принадлежавшие кадетскому корпусу и строившиеся уже для него, принадлежали военному ведомству и были переданы Санкт-Петербургскому университету. В процессе изучения Менщиковского дворца на первоначальных этапах были сделаны и реконструктивные предложения по той части Менщиковского дворца, которая не вошла в состав экспозиции государственного эрмитажа. Это крыло, которое примыкает к кадетской линии и которое представляет собой соединительную галерею, которая подводит к отдельному объему, получившего название палат на углу, то есть на угольных палат. С передачи Санкт-Петербургскому университету и начала изучения в 2018 году. Вот этот корпус, соединительная галерея и часть, которая выходит на кадетскую линию и является продолжением этого объема, которое возникло еще в 20-е годы 18 века при Менщикове, получило новые возможности для исследования, которые привели к обнаружению ряда находок, которые находятся в процессе музеификации. Пока обсуждается вопрос о музеификации самого здания. В целом идея Санкт-Петербургского университета, которая возникла с моментом начала использования этого комплекса, использование частичной музеификации при размещении здесь офисов и лабораторий имени Чебышева, то есть совмещать научно-образовательные и представительские функции, которые свойственны в первую очередь Санкт-Петербургскому университету. И поэтому были сделаны работы по укреплению здания в целом, его фундаментов, инвектирования фундаментов для приспособления под этим целью. Само угловой объем представляет значительный исторический интерес в ретроспективе, поскольку это одновременно памятник архитектуры Петровского времени. Он был создан в момент подготовки торжеств к заключению Нестатского мира и празднований в связи с коронацией Петра Великого. И в 1721 году был пристроен, по всей видимости, Иоганном Готфридом Шеделем, что было уточнено исследователями студии 44. И с этого момента он, по всей видимости, использовался для празднований, а затем примерно в это же время там разместился в нижних частях деревянный ледник для хранения продуктов, которые подавались в пиршественной зале на втором этаже. И затем здесь размещалась военная коллегия для своих заседаний, а впоследствии, когда это здание вместе со всем комплексом отошло в основанный минихом сухопутный и шлихетский корпус, здесь разместились помещения, уже носившие жилой и учебный характер, принадлежащий корпусу. Поэтому история бытования этого здания, архитектурные и иные отложения начинаются с конца Петровского времени и продолжаются до конца XX века, хотя наиболее интересные находки относятся именно к веку XVIII. Обратимся, собственно, к архитектуре XVIII века и к самим формам этого углового корпуса, который тесно связан вообще с градостроительной концепцией Петра I, о модульности в архитектуре и создании отдельных, одинаковых элементов, которые образуют структуру в первую очередь Васильевского острова. Мы хорошо знаем типовой проект жилого дома. И на чертеже начала 40-х годов, на котором показан фасадка детского корпуса, облик на угольных палат как раз с высоким крыльцом, с размерностью на 9 осей совпадает с более развитым проектом типового дома, которым занимались еще в 720-е годы Леблон и Трезин. Вот в качестве примера известные здания такого типа, которые сохраняются далее по набережной Невы. Ныне это набережная лейтенанта Шмидта. Здесь на плане конца XVIII века эти планы Сентеллера, эти объемы хорошо читаются, особенно они хорошо читаются в случае, когда отсутствует кровля, здание было недостроено и видна его внутренняя планировка. То же самое мы видим на чертежах XVIII века подобных домов, правда на меньшее число осей, то есть не 9, а скажем 7. С высоким крыльцом, с сенями в центре на входном этаже, то есть как бы на первом этаже и с уже более свободной планировкой на втором парадном этаже. Здесь на чертеже мы хорошо видим крыльцо, украшенное вазонами, и фрагменты примыкания этого крыльца были обнаружены на посаде этого здания. И здесь вот еще один план начала XVIII века, который показывает нам важность этого построенного участка на усадьбе Меньшиков. Вот здесь, в этой части. Здание на плане Сент-Элле. В студии 44 были проведены исследования, которые показали о том, то, что центральный основной объем был создан как некая коробка, и внутренние стены были созданы при дальнейшей уже достройке здания. То есть его наружный фасад в 1721 году, так же, как и примыкающая галерея, тонкостенные, представляли собой декую архитектурную декорацию, которая в дальнейшем стала уже использоваться как полноценное функционирующее пространство. И в этом сложность сохранения и модификации, поскольку здесь мы имеем уникальный пример кладки начала XVIII века, 1720-х годов, которая достаточно слабая для последующего строительства и которая требовала дополнительного укрепления за счет внутренних конструкций. В студии 44 была предложена графическая реконструкция фасадов без восстановления крыльца, которое мы с вами видим на чертежах первой половины XVIII века, но которая в XIX веке уже исчезла. Кроме того, на этой реконструкции мы видим первоначальный колер этого дворца, который был выявлен в результате расчисток на фасаде, и студия 44 видит его именно таки. Кроме того, здесь мы видим торцовую сторону здания, которое выходит в сторону меньшего пустого дворца и претерпелый ряд перестроек в XVIII веке, в частности, было перебито окно. И здесь мы видим, как согласно венецианской хартии оставляются все элементы архитектурных изменений в этой части здания. Вот так вот она выглядит сейчас, весной этого года. Совершенно очевидно, что центральное окно было перенесено, и поэтому образовалась нерегулярная композиция, что было связано с необходимостью укрепления стен внутри здания для того, чтобы оно сохраняло свою конструктивную жесткость. Но, как видите, это нарушило некий фасадный облик. Особенно интересная часть, которая вызывает особую дискуссию по поводу своей потенциальной музеификации, это часть, которая примыкает к Менщиковскому дворцу. Менщиковский дворец, напомню, принадлежит государственному эрмитажу. И именно здесь мы видим следы фактически первоначальной пилястры самого Менщиковского дворца и карнизы, и переход к галерее, которая идет в сторону на угольных палат. Благодаря расчисткам был выявлен также первоначальный уровень кровли и, как установили исследователи студии 44, в первую очередь Наталья Широкова и Виталий Антипин, здесь была балюстрада, которая скрывала кровлю, и первоначальный абрис этой кровли был установлен именно благодаря зондажам. Проблематика не только в консервации, но также и в могущих возникнуть юридических проблемах, поскольку это разные учреждения, и памятник как раз находится на стыке на стыке вот этих двух юрисдикций. Кроме того, необходимо сохранить уже существующие границы, существующий уровень кровли, и поэтому те интересные археологические фрагменты, которые были вскрыты, здесь они, конечно, будут сохранены, но показ их аудитории и модификация будет, в общем-то, затруднена. В Кириллу Владимировичу Шмелеву и Елене Робертовну Михайловну были подготовлены участки, которые следует музеифицировать. Они включают как фрагменты кладки кирпичной, так и штукатурные отделки как XVIII, так и XIX века. То есть это подготовка для конкретной музеификации вот этих вот отдельных фрагментов, которые были нанесены на план, подготовленный студией 44. Кроме того, во время проведения архитектурных работ, и это было самым уникальным событием, были обнаружены многочисленные фрагменты, которые частично попали в отвал и были извлечены оттуда, но по большей части были обнаружены в пазухи, в пазухах сводов, куда они сваливались в свое историческое время как некий мусор. Это не только традиционный археологический материал для XVIII века, такой как глиняные трубки, монеты, фрагменты, но это также и фрагменты архитектурной отделки. И особенно важно и интересно – это обувь и фрагменты одежды, игральные карты, относящиеся уже к кадетскому корпусу, которые требуют особой музеификации, особой реставрации, которая как раз и осуществляется, осуществлялась в лаборатории имени Лебедева. И, соответственно, вот эти находки, здесь показаны места их опророжения, это парики в том числе, после реставрации и встав на баланс Санкт-Петербургского университета, войдя уже как экспонаты в состав музеев университета, должны найти свое место в этом пространстве, которое должно сохранять вот этот вот дух подлинности. Ряд архитектурных конструкций, деревянных, в первую очередь конструкций лидника, который был расположен в нижней части здания, требует особых условий консервации и хранения. Соответственно, наиболее целесообразным решением является размещение лаборатории консервации и реставрации, а также центра реставрации и консервации именно здесь, поблизости от самого места находки архитектурного пространства, архитектурных деталей, которые требуют музеификации, и непосредственно в комплексе Санкт-Петербургского университета на университетской набережной. То есть, на самом деле, все проблемы такого музейного дела при создании новой экспозиции, новой коллекции и вообще институциализации вот этого замечательного археологического объекта как такового требует и значительного обобщения, и, конечно, значительного финансирования в дальнейшем. И вот в данном случае задачей моей, как я уже говорила, было именно представление той сложной проблематикой, с которой работает Санкт-Петербургский университет. И мы надеемся, что решение, наилучшее, оптимальное решение будет найдено, и когда-нибудь в Санкт-Петербурге публика сможет познакомиться с вот такой вот уникальным научным проектом, реставрационным, археологическим, образовательным. То есть, все соединит в себе как музей, в лучшем смысле этого слова, так и университетскую составляющую. Большое спасибо за внимание. Прошу прощения за превышение регламента. Я на самом деле только очень поверхностно, коллеги знают, коснулась вот этой проблематики. Я готова отметить на вопросы. Ну и мы с вами дальше продолжим нашу работу. Если у нас нет вопросов, то тогда я передаю слово следующему докладчику. София, вы мне не поможете? Вам нужно отключить свою презентацию, и тогда следующий докладчик сможет презентацию запустить. Остановить демонстрацию экрана наверху. Теперь, чтобы запустить демонстрацию, нужно нажать в середине экрана демонстрацию экрана. Зеленая такая пашка. Итак, я рада представить следующий доклад. Доклады будут посвящены парковой скульптуре усадьбы Кускова, современные проблемы изучения и реставрацией. Next report will be delivered by Ольга Щедрова, Ст. Петербург Academy of Arts, and Кристина Шумилова from the workshop Наследие, reservation workshop Наследие. And the paper is called Garden Sculpture in Cuscovy State Current Conservation Issues. Dear colleagues, you are welcome. Добрый день. Спасибо большое за представление. Как уже было сказано, доклад наш посвящен реставрации монументальной декоративной скульптуры. И понятно, что реставрация этого вида изобразительного искусства это всегда очень сложный и многогранный процесс. И в большинстве случаев реставрация скульптуры отражает всю систему восприятия культурного наследия и эволюцию этических, эстетических представлений. И отражается эволюция в прямом вмешательстве в материальную структуру памятника. И собственно, как раз рассмотрению этих процессов на примере уникальной коллекции, уникальных произведений, которые составляют наиболее ранние сохранившиеся собрания круглой пластики Москвы и Подмосковья, будет посвящено представленное сообщение. Ну, с середины 18 века, благодаря активной деятельности доверенного лица Петра Борисовича Шереметьева Юрия Ивановича Калагриева, коллекция достигает своего расцвета. Здесь известный пенсионер Петра Первого выступал и в качестве архитектора, и в качестве консультанта по приобретению скульптуры, и даже по некоторым сведениям является автором эскизов некоторых статуй. И, конечно, нельзя не отметить его важный вклад в сложение общего образа усадьбы, так как он уже имел опыт работы с ансамблями Летнего сада, Петергофа, и принимал непосредственно и очень активное участие в формировании их скульптурной коллекции. Отсюда, естественно, ясно прослеживается и связь в облике и Летнего сада, и Петергофа, и Кускова, и регулярный парк окрестностей Москвы строится по тем же европейским законам, соблюдается здесь хоть и не так последовательно, но тем не менее программа размещения скульптуры, решающая и развивающие, и обучающие, и эстетические задачи. Часто выбор места размещения скульптуры диктовался содержательной стороной пластики и назначением тех зданий, около которых она стояла. Часть скульптуры предположительно создана итальянскими мастерами в Петербурге и уже оттуда пребывала в Москву. Часть была приобретена в Италии, и, кроме того, несколько работ выполнены отечественными мастерами. Исследователи отмечают отражение национальных традиций резьбы по камню и дереву в приемах пластического решения некоторых памятников. О том, что скульптура поступала из разных источников, иногда целыми уже сложившимися коллекциями, свидетельствует появление дублеров. Двух Венер, Двух Диан, Трех Меркуриев и некоторых других памятников. А что красается гранитных постаментов, то они прибыли, скорее всего, из Петербурга. Об этом можно судить, поскольку они идентичны постаментам и из летнего сада, и из Петербурга. Ну и, кроме того, надо отметить, что, в отличие от летнего сада, образ которого очень сильно менялся со временем, Кускова сохранила близкий к первоначальному облику и остается уникальным примером дворцово-паркового ансамбля XVIII века. Мраморная скульптура, расставленная в определенном ритме, членит портер, придает ему глубину. Ну, масштабность точно неизвестна время появления первых статуй, но к 1750 году они уже существовали. А в 1751 году предполагалось значительное увеличение их количества. Ну и к этому же периоду относится первое указание о необходимости проведения реставрационных работ. Статуи, которые в саду, он и сыскав тех мастеров, которые их делали, вычистить, вновь в удобные места подрядить, по данным рисункам сделать, которые требовать от Юрия Ивановича, имеется в виду Юрий Иванович Калагриев. Ну и дополняет, организует пространство парка, колонна со статуей Минервы, установленная в 1779 году. Согласно архивным документам, она выполнена скульптором Ивановым. Предположительно, это тот самый известный автор трактата о живописи Архип Иванов. Но закономерно, что со временем скульптура сильно страдала от агрессивного воздействия окружающей среды. На зиму, по примеру, летнего сада памятники закрывались холщовыми мешками для защиты от дождя и снега. И в сохранившихся документах употребляются одни и те же термины при описании сохранности памятников, что и в летнем саду эта скульптура повреждена, головы отшиблены и так далее. Ну и в этот же период, так же, как в летнем саду, в общем-то, при проведении реставрационных работ, стремились исключительно к восстановлению декоративных качеств скульптуры, согласно сформировавшимся к этому периоду определенным эстетическим представлениям, когда критерием высокого художественного качества служило определение последней манеры европское, огромное значение имело понятие цельность. Ну а, соответственно, теоретическим вопросом реставрации был посвящен специальный раздел, адресованный воспитанником Академии художеств, диссертации Ивана Ивановича Вьена о влиянии анатомии в скульптуру и жизни. Можно предположить, что кто-то из выпускников скульптурного класса мог быть привлечен к восстановлению и московской скульптуры, тем более, что опыт подобных работ был ими уже накоплен в период обучения, и они знакомились, собственно, с искусством ваяния, реставрируя памятники летнего сада. Но памятникам Кускова, в отличие от скульптуры летнего сада, повезло больше, поскольку она не так страдала от случайных посетителей и вандалов, как это происходило в Петербурге. Но, к сожалению, очень большой урон был нанесен французами в 1812 году, когда в усадьбе располагались войска маршала Нея, и об этом свидетельствуют описи состояния сохранности 1814-1815 годов. Тогда же проводились и реставрационные работы, включающие и склейку, и чистку. А опись 1836 года дает подробное описание сохранности памятников, возможно, предполагающие их дальнейшую реставрацию. К 1865 году относятся условия подрядчика Кабанова Ивана Макарова, где указана необходимость очистить статую. Примерно в это же время обращают внимание и на колонну, ее необходимо было переладить и выполировать, а скульптуру Минервы вычистить. Конец 19-го, начало 20-го века – это, к сожалению, период упадка для Пускова, как и для многих дворцово-парковых ансамблей. Содержанию регулярного сада уделяется все меньше и меньше внимания, и сведений о реставрационных работах не сохранилось. Следующий этап связан уже с восстановлением парка после Великой Отечественной войны, когда скульптуры извлекли из подвалов дворца, где она была спрятана в избежании уничтожения. Тогда же проводилась промывка и восстановление утра. К сожалению, в последующие годы памятники снова неоднократно страдали от рук вандалов. Кроме того, они не укрывались на зиму, что тоже провоцировало их дальнейшее разрушение. Систематически и планомерно реставрационными работами начали заниматься с 1950-х годов, когда проводились и промывка, и мастиковка, и тонировки, и доделки. А в конце 70-х к скульптуре впервые стали применяться методы музейной реставрации. Тогда же были отмечены многочисленные повреждения, следы предшествующих реставраций, проведена промывка, удаление загрязнений, доделка, сборка, мастиковка. В 1998 году сотрудниками центра «Грабаря» производится очистка, удаление стойких клеевых и цементных масс, мастиковка, швов, многократная пропитка. А в 2017 году компания «Практика реставрации» осуществляла работы с несколькими бюстами. Говоря о реставрации и сохранении памятников садово-парковой скульптуры, нельзя не отметить еще один важный момент, связанный с наиболее перспективным и признанным ведущими специалистами путем музеификации оригинала и замены их отлива. Постепенно он начал осуществляться в Петербурге, в Плетнем саду, в Петергофе, в Гатчине. Теперь этот процесс происходит и в Кусково. Но при этом, естественно, проблема реставрации не только не снимается, но и приобретает особую актуальность. И в 2018 году в связи со 100-летним юбилеем была начата масштабная комплексная реставрация усадьбы, включая и парковую скульптуру. И к работе к ней приступили в 2019 году. И подробнее о этом этапе реставрации вам расскажет Христина Витальевна. Я уступаю ей свое место. Спасибо. Добрый день, коллеги. Всего в 2019 году специалистами мастерской наследия было отреставрировано 64 скульптуры из усадьбы Кускова. Первый этап работ касался центральной аллеи парка, на котором находилось справа и слева на портере 16 бюстов. Второй этап затронул оставшиеся 39 скульптур из парка, и 11 скульптур было взято из закрытых фондов музея. Состояние сохранности памятников было характерно для парковой скульптуры из белого мрамора, стоящей под открытым небом столь долгий срок. Присутствовали сажепылевые атмосферные загрязнения гуана, наблюдались интенсивные обрастания биопоражения, водоросли, лишайники, микроскопические грибы и даже мхи. На поверхности присутствовала не только флора, но также еще и фауна. Поблюдались изменения цвета камня. Специфическая особенность мрамора данных статуй – это пятна ржавчины, образовавшиеся вследствие контакта атмосферных осадков с перитами, которые находятся в структуре мрамора. Присутствовали следы антропогенного воздействия, отпечатки монет, многочисленные царапины, надписи, сделанные ручкой, карандашом, следы от губной помады и многие другие. Также наблюдалась обогащенная гипсом патина, гипсовая корка на поверхности скульптур. Значительные площади были выветренны, наблюдалась грануляция кристаллов мрамора, эрозии, что привело к потере пластики и авторской обработке поверхности у большей части скульптур. На данном слайде можно видеть, насколько за последние 40 лет изменился памятник. Осыпались нос, губы, контур глаз, ухо, волоса. На данной фотографии отмечена зона, сохранившаяся первоначальной обработкой. На данной скульптуре ее сохранилось не более 10% от артерской поверхности. До бюстиотон можно наблюдать схожую картину, только в данном случае не удалось вообще найти первоначальной поверхности. На данной фотографии виден шов склейки, выполненный мастиковкой при предыдущей реставрации в 1979 году. Можно заметить, что этот докомпоновочный состав выше по уровню на 1,5 мм, что говорит о том, что буквально за последние десятилетия была утрачена авторская пластика. На бюсти красноречия можно наблюдать такую же схожую картину. Бюст Вителей. Благодаря архивным материалам, к сожалению, они умеются не у всех памятников, можно увидеть, какими скульптурами были до столь значительной утраты пластики. На начало реставрационных работ проводились дополнительные лабораторные и натурные обследования памятников. Для выявления биологического поражения поверхности был произведен забор проб с последующим переносом фрагментов биологических объектов и загрязнений на поверхность питательной среды. Был применен портативный микроскоп, оснащенный цифровой камерой, с помощью которого были сделаны снимки поверхности предметов. Проводилось визуальное наблюдение и фотографирование видимой люминесценции клеящих и докомпоновочных составов, а также зон покрытых корковыми наслоениями биопоражений. Для определения природовключений с металлическим блеском в поражилах мрамора и корковых наслоений был проведен рентгенофазовый анализ, который определил наличие перитов и обогащенных гипсомпатиным. Было проведено изучение морфологии химического состава образцов металлического золоченого копья. Данные исследования проводились для уточнения сплава основы и техники золочения предмета. По началу реставрации… Извините, пожалуйста, коллеги, я хотела уточнить, у меня проходит видео или демонстрируется просто как фотография? Вот сейчас на данном слайде видно? У нас фотография пока. Фотографии, фотографии, сменяют одну другую фотографию. А вот сейчас? А сейчас пока видео. Сейчас видео. Потрясающе. Так, отлично, спасибо. В начале реставрации в процессе проведения работы выполнялись картограммы дефектов с обозначением следов предыдущей реставрации, загрязнений, утрат, трещин, сколов и других дефектов поверхности. Работы по демонтажу первой партии предметов были проведены в январе 2019 года. 16 бюстов с малыми постаментами-ножками были перевезены в реставрационные мастерские в Санкт-Петербурге. После чего были начаты работы по промывке поверхности памятников и в исполнении утрат. Присутствовали многочисленные следы предыдущих реставрационных работ. Деструктированы изменившиеся в цвете мастерковки, которые имели слабую адгезию с каменным основанием. Швы-склейки были поражены биологическими деструкторами. В процессе проведения работ были обнаружены контррельефные и вырезанные на днищах бюстов надписи. К сожалению, в данной партии их было только три. В результате проведенных мероприятий поверхность бюстов была расчищена от всех видов загрязнения и докомпоновочных материалов. Выполнены структурные укрепления и негтирование трещин. Восполнены утраченные фрагменты. Выполнена мастеровка дефектов и швов-склейки. Сохранение принципов реставрационной отличимости. На поверхности бюстов было нанесено консервационное покрытие. В рамках данного контракта было отреставрировано 14 бюстов и сделано 16 копий репродукции. Копии, изготовленные из полиэфирной смолы с мраморной крошкой, были тонированы в цвет поверхности оригинальных бюстов. И в апреле 2019 года прошел Реставрационный совет с увеличением специалистов из Государственного Эрмитажа, Музей заповедника Петербурга и Музей городской скульптуры. По данному слайде представлено 16 копий репродукций после завершения работы и 14 счастливых реставраторов также после завершения работы. В конце апреля был произведен монтаж копий на центральную аллею парка. Оригинальные скульптуры же были переданы в закрытые фонды музея. В данный момент они находятся на временном хранении в американской оранжерее. Вторая партия по второму контракту составляла 50 скульптур. И также работы были проведены летом 2019 года. 36 скульптур было демонтировано из парка и 11 забраны из закрытого хранилища. Три скульптуры были отреставрированы по месту в самом парке, в специально созданных защитных тепляках. Остальные 47 были переданы в реставрационные мастерские, 39 отвезены в Санкт-Петербург и 8 были отреставрированы в Москве. Были проведены промывки и расчистки от всех загрязнений. В процессе работы были также обнаружены надписи. На четырех бюстах они были на дынищах. И на двоих бюстах они находились на спинах скульптур. После промывки было проведено структурное укрепление камня, инъектирование трещин клеящим составом и заполнение дефектов поверхности, мастиковкой, сохранение принципа реставрационной отличимости. Были восполнены утраты, проведена замена поздних вставок ненадлежащего качества, произведена лепка моделей в мягком материале, после чего модели были переведены в гипс. Затем произведена отливка в имитационном материале из полиэфирной смолы с мраморной крошкой. Всего по данной технологии было изготовлено 274 вставки на утраченные фрагменты. На некоторых структурах в ходе реставрационного совета было принято решение воссоздать утраченные фрагменты, но не монтировать их по месту. Например, такое решение было принято для скульптуры «Вертун осень», а также для скульптуры «Меркурий». Такое решение было связано с тем, что мрамор статуи находится в очень плохом состоянии, ослабленный, и были опасения, выдержит ли он столь крупные вставки. Тем более, что отверстие подкрепления там не наблюдалось, и пришлось бы сферолить исторический камень. Так как в самом парке большое количество скульптур с аналогичными утратами, для воссоздания которых не нашлось иконографии, было принято решение, что в данном случае отсутствующие конечности не испортят экспозиционный вид. А при возможном дальнейшем копировании данные, восполненные фрагменты, могут пригодиться для того, чтобы на копии уже была возможность установить эти фрагменты. Ну и на этих слайдах представлено несколько фотографий до и после реставрации. Одной из самых сложных по работе была скульптурами нервы с колонны. Первая и главная проблема – это был вопрос ее устойчивости. Плинт был очень ослаблен, были утрачены его несущие способности, наблюдались многочисленные трещины в нижней части скульптуры. При проведении демонтажа и дальнейшей транспортировке плинт специально был зафиксирован стяжными ремнями, использовали страхующие распоры. После транспортировки в реставрационные мастерские ремень был убран и плинт был разнесен по трещинам, в которых были обнаружены активные разрастания биопоражений. Вот как раз на правой фотографии видно, что они проходили местами просто уже насквозь. В некоторых точках трещины были сквозными и проходили через весь плинт. В верхней части колонны был обнаружен огромный перрон из черного металла, который так негативно влиял на сохранность и капители, и самого плинта скульптуры. На реставрационных советах было принято решение, что нужно изготовить дублирующую основу и приклеить ее на дно, чтобы укрепить плинт и снять с него нагрузку. Данная укрепляющая пластина была изготовлена также из полиэфирной смолы с мраморной крошки и дополнительно проармирована стеклотканью. Для усиления разрушенного и ослабленного плинта было проведено также дважды структурное укрепление, после чего произвели склейку разошедшихся фрагментов с последующим истековкой швов склейки и дефектов поверхности. Это единственная скульптура, у которой был металлический декоративный элемент. Копье было выполнено в технике выколотки из медного сплава и покрыто предположительно огневым золочением. А также, возможно, гальваническим, к сожалению, результаты проведенных лабораторных исследований нам не дали точного ответа. Копье имело утрату на верши в виде пики. Навернялись многочисленные деформации, трещины, расхождение швов, присутствовала локальная утрата позолоты, примерно около 40%. Открытый металл в местах утраты позолоты в значительной степени корродировал. На реставрационном совете было решено, что будет проведена реставрация и консервация предмета, направленная больше на его стабилизацию состояния сохранности с учетом дальнейшего бытования в музейной среде. В связи с чем рихтовка деформаций не проводилась, а утраты позолоты были затонированы без имитации подлинной позолоты, чтобы подчеркнуть процент ее сохранности. На реставрационных советах было принято решение о том, что опасно экспонировать данную статую под открытым небом, так как существует угроза ее обрушения. В связи с значительной высотой колонны. К сожалению, нет возможности проводить мониторинг и профилактический уход, и также укрывать скульптуру на зиму. И было принято решение необходимости переместить оригинал фонды, а на колонну установить копию, репродукцию. На данной фотографии представлен процесс изготовления копии скульптуры, а также процесс изготовления гальваническим способом, также копии копья, и было изготовлено пикокопья в технике выколотной. На данной фотографии представлена контрольная примерка копья еще до позолоты и процесс позолочения копии копья. здесь была применена технология социального золочения. Это уже копия, тонированная под оригинал с восполненным копьем и оригинал скульптуры. Надеюсь, сейчас видео проигрывается. Да-да, было видео и сейчас есть. Благодарю. Также в рамках данного контракта было произведено копирование двух львов. Связано это было с тем, что это одни из самых любимых скульптур. Как раз именно на них были найдены следы от губной помады, они были зацелованные, они такие самые затробанные, там много участков, заполированные руками, и следов от обуви, каких-то монеток, камушек. То есть, поскольку они достаточно стоят на низких постаментах и в доступе для посмотра, получилось так, что они были такие самые залюбленные. Поэтому было принято решение о том, что их необходимо все-таки защитить от такой народной любви. И во время как раз реставрации были произведены, произведено изготовление копий. Также в рамках данного контракта была изготовлена копия бюстовителей. Изготовление данной копии проводилось по более сложной технологии. Напомню, что данный памятник находился в крайне недовлетворительном состоянии и была очень значительно утрачена пластика скульптуры. С поверхности оригинала была снята сначала силиконовая форма, после чего отлита гипсовая мастер-модель, на которой воссоздавалась утраченная пластика скульптуры. Лепка проводилась на основании сохранившихся фотографий 1979 года, после чего мастер-модель была утверждена на реставрационном совете. На данных фотографиях представлена как раз гипсовая мастер-модель, а пластилиновые декомпоновки, которые мы только что видели на предыдущих фотографиях, они просто затонированы для того, чтобы не мешать восприятию и не мешать работе реставрационного совета. После чего была снята еще раз силиконовая форма с этих гипсовых мастер-моделей и отлита уже в имитационном материале копия. Также была изготовлена и тонирована под цвет исторического камня ножка для этого бюста. Напоследок хотелось бы упомянуть еще об одной скульптуре. По документам она нам была передана как скульптура Флора. Однако в процессе работы среди других обломков по скульптур, которые находились в хранилище музея, была найдена голова и часть плента с надписью Диана. Потом эти фрагменты также были переданы в реставрационную мастерскую, проведена реставрация и были внесены правки в атрибуцию данного памятника. В ноябре 2019 года состоялся финальный совет по приемке скульптуры, в который также участвовали специалисты из Академии художеств Санкт-Петербургского государственного университета, из Петербурга, Музея городской скульптуры. И работы были приняты, но, однако, пандемия внесла вклад в возврат скульптуры на историческое место, поэтому монтаж обратный состоялся уже только весной 2020 года, после чего работы были уже завершены в полном объеме. Все, благодарим за внимание. Большое спасибо, Христина Витальевна, Ольга Вячеславовна. Есть ли вопросы к докладчикам? Можно задать вопрос? Конечно, давайте. Сейчас я попробую включить, чтобы меня видно было. Не включается почему-то. Уважаемые докладчики, очень интересная работа, замечательная. Меня интересует особо вопрос о причастности Архипа Иванова к работе над скульптурой Минерова. Есть ли какие-то конкретные основания для того, чтобы уверенно говорить о его работе в связи с этим произведением? И если да, то какие-то годы? Вы знаете, вот абсолютно достоверных сведений, что это вот абсолютно именно тот самый Архип Иванов не сохранилось. Есть несколько упоминаний, что в архивных документах, что приезжал человек из Академии, инициалы, там написано Архип Иванов. То есть по датам совпадает с тем, с его сотрудничеством, с Академией художества, написанием примерно трактата и вот такие вот косвенные сведения того, что он участвовал в создании этой скульптуры. Но вот абсолютно достоверно такого, к сожалению, нету. Поэтому я вот так только предполагаю, что, возможно, это был он, но со стопроцентной вероятностью утверждать, к сожалению, невозможно, не получается. Если в архивном документе Арх Иванов, то на 99% это он, конечно, такого не было в это время. Но как бы все равно 1% остается, возможно, что и не он, но хочется верить, да, как-то связать и создание этой скульптуры, и такого замечательного деятеля. Именно так, да. Да, очень хочется верить. Очень хочется. Спасибо большое, спасибо. Пожалуйста. Спасибо, уважаемые докладчики. Мы продолжаем наше заседание. И я рада пригласить Владимира Сергеевича Торбика, Санкт-Петербургский университет, и Дарью Андреевну Новичонок, тоже Санкт-Петербургский университет. И мы переходим к другому материалу. Доклад называется «Марки-3. Становление и эволюция термина». Добрый день. Наш доклад посвящен несколько иного материала, а именно дереву, и конкретно он посвящен становлению и эволюции техники «Марки-3». Это техника создания картин из цветного дерева. Сама техника это родилась в глубокой древности. Ну и соответственно с изменением эстетических взглядов и совершенствованием инструмента менялась технология их изготовления. На сегодняшний день даже в специальной литературе существует наслоение терминов в отношении техники изготовления произведений наборного дерева. В разных источниках одно и то же произведение может быть названо «Мозаикой, марки-3, инкрустацией или интарсией». Несмотря на довольно широкое употребление терминов в «Марки-3», остается непонятным, какой конкретно смысл вкладывали современники в этот термин, на чем базировалось его определение на технологии изготовления или на характере изображения. Предметом доклада будет определение специфики и сфера распространения терминов в «Марки-3», а также обзор употребления терминов во времени. Разговор о этой технике следует на часть работ, выполненных в Италии в эпоху Возрождения. Техника, которую использовали итальянские мастера, называлась тарсией. И только в середине 19 века эту технику стали называть интарсией, то есть современном значении этого слова. Специфика тарсии состоит в том, что детали будущего изображения вырезались из дощечек толщиной около 5 мм. Под них в массиве древесины вырубались гнезда, и их не вставляли подготовленные детали. Во Франции о деятельности итальянских мастеров тарсии было известно еще в 15 веке. Об этом свидетельствует тот факт, что в 1408 году герцогу Жанна Берийскому сыну короля Иоанна II Доброго предлагали прислать знаменитого интерсиори из Италии. Благодаря описям коллекции герцога зафиксировано первое употребление слова в маркетри. Оно относится к 1416 году. И вот цитата. Три картины из дерева, то есть изображения в маркетри старого образца. В этих описях также можно встретить другое название слова в маркетри. Маркетер. И вот цитата, еще одна. Другая картина из дерева, где есть изображение, сделанное из маркетер. Это первый зафиксированный в тексте случай путаницы понятий. Работы, выполненные в технике тарсии, то есть интерсии, называют маркетри. Фредерик Готфруа, составитель антимологического словаря старо-французского языка и всех его диалектов с IX по XV век, изданного в XIX веке, дает следующее определение слову маркетер. Вот цитата. В особых случаях это маркетри, мозаика из дерева, уступающая своей модели по причине скудности нюансов и непродолжительности жизни чернодеревных изделий, которую по меньшей мере сравнивалось с неподвергающейся старению мозаикой из разноцветного камня и стекла. То есть термином маркетри он называет любое мозаичное произведение из дерева безотносительно к способу его изготовления. В X томе своего же словаря, который является дополнительным, именно слово маркетри он дает уже другое определение. Соединение сборных деталей из разных материалов или разного цвета, что значительно ближе уже к трактовке термина маркетри в его современном значении. Жиль Гефе, историко-суставец, который прокомментировал описи коллекции того же Жана Берийского, в предисловии пишет, что слово маркетер обозначает камайок, камею, камень из двух слоев, сырье в сырьевно вырезанном изображении, перламутр или керамику. Созданные изображения из материалов разного цвета вызывают ассоциации с пятнистой поверхностью. Возможно, это лежит в основе появления термина маркетри, который происходит от глагола маркете – покрывать пятнами. То есть при изготовлении термин маркетри обозначал любое изображение, выполненное в материале. Однако он не имел ничего общего с современным его значением. Первые изделия наборного дерева Франции выполнены были в XVI веке в технике тарсии. Они являются подражанием работы итальянских мастеров. Сама техника в маркетри возникла позже, благодаря появлению тонкой пилки, зажатой в станок, в лобзик. Название этого инструмента на русском языке указывает на его немецкое происхождение. С второй половины XVI века лобзик стал одним из обиходных инструментов в Германии. Об этом свидетельствует изображение лобзика, присящего на стильной мастерской среди прочих инструментов. Непременным условием создания наборов в технике маркетри является наличие шпона одинаковой толщины. Это условие было обеспечено созданием фанерной мельцы на территории Южной Германии в районе Аугсбурга, предположительно, в 1620 году. Благодаря этому появилась возможность собирать шпон одинаковой толщины в пачку, фиксируя листы между собой каплями клея, и выпиливать лобзиком одновременно детали фона и изображения. Таким образом, за одно пиление получалось одинаковое количество деталей фона и изображения, которые при сборке в композицию переставлялись местами. В темный фон вставляли светлые детали и наоборот. За это новой техникой впоследствии закрепилось название маркетри. Мастера не ограничивались лишь двумя цветами и только древесиной. Они комбинировали между собой и иные контрастные по цвету материалы. Обычно панцир-черепахи распилены на тонкие пластины, которые сочетались с листовым металлом, таким как олово и медь. Сначала технику маркетри применяли в Германии и Фландрии в начале 17 века. Затем через Германа-Голлана, фламандскую колонию мастеров, которые размещались в предмессиях Парижа, они попали во Францию. Около 1670 года приборный столяр короля Людовика XIV, Анри Шарбуль, отец которого Ян Бот, скорее всего, приехал из Нидерландов, довел эту технику до высокой степени совершенства. К тому же, наряду с использованием цветного дерева, он использовал панцир-черепахи, листовую, латунь и олова. Теперь технику с применением этих материалов называют маркетри в технике булли. В 17 веке классификацию произведений, выполненных в технике маркетри, производили на основе изображений. Так, сюжетные композиции и натюрморты, которые называли не маркетри, а называли деревянной живописью. Но выполнение подобных работ ремесленников вдохновил мастер цветочных композиций Жан-Батист Мануайе, который участвовал в декорировании Версаля при Шарле и Лебрении. Вслед за сломандскими живописцами, мастера, авторы маркетри старались выполнить изображение максимально правдоподобно. У нас техническая заминка. Сейчас мы выведем на экран пример перевода живописи в цветное дерево. Получается, нет? Да. Ну, не совсем получилось то, что мы хотели показать. Но между тем, это еще один пример активного использования вот этой вот темы цветов в вазе, в декорировке предметов мебельного убранства этого периода. То есть, когда поверхность не то чтобы насыщена, она перенасыщена деталями изображения, целиком и полностью покрывает всю плоскость предмета, создавая очень богатый, сочный, близкий фламандской живописи характер изображения. Обычно изображения, эти изображения делались на черном фоне, поэтому и искусство это называют чернодеревное искусство, а не краснодеревное, как в наше время. Первое описание техники маркетрипа является в конце 17 века. В знаменитой энциклопедии Ядро и Даламбера, названной энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремесел, маркетрипа освящена отдельная статья, в которой дано определение этой техники. Ее автор подразделяет мозаичные работы, называя их маркетри, по материалу исполнения набора. То есть, по слову маркетри, в конце 18 века, в период просвещения, понимали искусство соединять композицию не только древесину, но и металл, стекло, драгоценные камни и мрамор. Главный упор статьи сделан на первый вид маркетри, то есть на тот, который, и вот цитата, заключается в соединении редких и драгоценных пород древесины, первомутр, слоновой кости и других похожих материалов. В то же время Академия наук Франции создавала описание различных искусств и ремесел. Среди ее членов не хватало специалистов, чтобы описать все ремесла, в частности, столярное дело. Поэтому эта задача была поручена Андрею Жакобу Рубо, выдающемуся специалисту столярного дела, который, к тому же, проявил себя как талантливый художник и писатель. В своем труде «Чернодеревное искусство» издано в 1774 году. Он дает классификацию различных техник наборного дерева и подробно их описывает. Он выделяет три вида произведений наборного дерева. И вот цитата. «Существует три вида чернодеревного искусства. Чернодеревное искусство шпона, которое состоит из кусочков очень тонкого дерева, наклеенного на основу из цельного дерева. Его обычно называют столярное дело шпона или маркетри. Далее он пишет. Второй вид – это тот, который изображает цветы, фрукты и даже животные и человеческие фигуры с помощью крашеной древесины или же древесины натурального цвета, которую приклеивают на основу из цельного дерева или инкрустированно в другие драгоценные породы. Второй вид чернодеревного искусства называется мозаика или живопись из дерева. Не называет его маркетри. И третий вид чернодеревного искусства – это тот, где наряду с цветными породами дерева используется панцирь, слоновая кость, металлы, драгоценные камни и так далее. Следует отметить, что в главе, посвященной описанию третьего вида чернодеревного искусства, то есть набором, в которых использованы металлы и черепаховый панцирь, Рубо говорит о том, что именно их мастера называют маркетри. Но Рубо, сам автор этой статьи, с ними не согласен. Самым под термином маркетри подразумевает только наклейку листов шпона, собранных в композицию, простых геометрических форм. Например, кресть фуга, стыковка четырех листов шпона под разными… с расположением текстуры под углом 45 градусов. При попытке провести классификацию изделия наборного дерева, Рубо сбивается. Первый вид чернодеревного искусства он определяет по технике исполнения и называет его маркетри, второй по характеру изображения и называет его деревянная живопись. И, наконец, третий вид он классифицирует по материалу. Следует отметить, что и в статье, и в энциклопедии у Рубо именно лордик называют пилой маркетри. Даже в 20 веке знаток и техник возрождения, знаток и автор возрождения в мастерской маркетри в стенах школы Буля, Пьер Рамон, использует классификацию, основанную на характере изображения. По технике маркетри им понимается создание сюжетных композиций и натюрмортов. Изготовление геометрических рисунков шпона он называет фризаж. То есть у него тоже идет сбой принципа классификации. Сюжетные композиции он определяет по технике исполнения и называет их маркетри. А наборы простого геометрического рисунка, выполненные в той же технике, он называет фризаж. Мастера при создании набора большого размера иногда совмещали техники маркетри и интарсию. В технике интарсии они вклеивали детали, выпиленные лобзиком, фоновые поверхности, облицованные наборами геометрического рисунка. Это приходилось делать в тех случаях, когда детали изображения располагались в центре, на большом расстоянии от края, и выпиливать их не позволяла длина до ге лобзика. Смена художественных идей, появление новых стилей, а вместе с тем и пересмотр художественных приемов при совершенствовании инструментов оказывали прямое воздействие на развитие техники. Так, в период модерна асимметричной композиции наборов, например, таких, как в работах Галлер, который использовал большие по размеру детали, вызвали частое использование ножа для изготовления наборов в технике маркетри. Несмотря на то, что детали наборов в период модерна часто не выпиливались, а вырезались ножом, сохранен исходный принцип маркетри – подбор шпона одной толщины, наклеивание композиции целиком под давлением на плоскость будущего изделия. Безусловно, развитие техники оказывает большое влияние на эволюцию технологий. Так, современная резка башки шпона лазерным лучом позволяет кратно увеличить количество разрезаемых по рисунку листов шпона. Однако, лазерный луч, заменив лобзик, оставил без обвинения все присущие технике маркетри характеристики, такие, как сборка выпиленных гитарей в композицию с последующей наклейкой на основу. Рассмотренный материал раскрывает историю реформы разночтения термина маркетрии. Можно констатировать, что путаница понятий возникла уже в период его становления. Она сопровождала применение термина в течение длительного периода его эволюции этой техники с начала XVII и до середины XX века. Даже в фундаментальном, авторитетном энциклопедическом словаре Брэкгауза и Фрона, изданного в самом конце XIX века, в статьях, посвященных мебели и интарсии, оба понятия смешаны по отношению друг к другу. В основе современной, выведенным временем классификации мозаичных работ, заложена технология их производства. К настоящему времени сложилось довольно четкое определение термина маркетрии. Это изготовление изображений и шпона разных по цвету пород или в редких случаях других материалов. Детали, которые выпиливаются лобзиком, вырезаются ножом или лучом лазера из тонких пластин материалов одинаковой толщины. Выпиленные детали собираются в композицию, которая и наклеивается на основу. Благодарим вас за внимание и если есть вопросы, с удовольствием на них ответим. Уважаемые коллеги, вопросов не поступило. Уважаемые коллеги, мы благодарим профессор Владимир Торбик из Санкт-Петербурга и его МА студент, Дарья Новиченко, для его рассказа about the historiography and the emergency and the evolution of the term market we if there are any questions from our foreign colleagues you're welcome if not we'll continue and the next report will be by Kuznetsova Marko Lomonosov Moscow State University and we start the new topic of the 19th century 19-20th century and the problems are forming the collections and exhibiting and the curating of the contemporary modern contemporary art Марфа Вадимовна Кузнецова МГУ имени Ломоносова доклад называется галерея русских художников Козьмы Солдатенкова к вопросу об истоках мировоззрения коллекционера и особенности его собрания таким образом наша следующая часть заседания будет посвящена проблематике уже 19 и по большей части 20 и 21 века да добрый день уважаемые коллеги ну объявили уже мою тему да давайте тогда сразу если всем видно да экран это сразу обозначить хорошо хорошо ага спасибо да мой доклад как уже понимаете называется посвящен коллекции Козьмы Солдатенкова и в основном я сегодня буду говорить скажем так об истоках его сложение его мировоззрения которые во многом предопределили собственно формирование самой коллекции так вот принципе анализ сложения и личности коллекционера его коллекции под влиянием разных социокультурных идей историко-философских во многом помогает обосновать приобретение каких-либо тех или иных произведений и вообще в принципе такой междисциплинарный подход но еще и обозначает художественную коллекцию как предмет который все-таки достоин многостороннего научного исследования тем не менее несмотря на то что в отечественном на огромный интерес в отечественном искусствознании к изучению коллекционирования пока еще не сложилась устойчивой традиции вот именно рассмотрение этой самой роли мировоззрения в формировании коллекции и исключением является масштабная работа татьяна наталья юдинкова которую вы видите на экране она вышла совсем недавно но вот как раз посвящена такому глубокому исследованию мировоззренческих аспектов коллекционирования братьев павла сергея третиковых и именно тот комплексный анализ который предпринял автор он позволил не только с искусствоведческой но в том числе с исторической культурологической точек зрения представить выводы о позиции братья третиковых на художественном рынке внутри художественной жизни россии второй план 19 века ну и конечно обозначить проблематику особенности двух собраний отметим что в уже в 1980 годы был установлен факт существования павла михалыча треткова нескольких предшественников и среди них особое внимание заслуживает фигура казни солдатенкова который для с московским купцом предпринимателем издателем знаменитым формировал в течение более 50 лет собрания состоявшие преимущественно из работ отечественных мастеров она становилась предметом исследования как раз с 1980-х годов достаточно активно но рассматривалась или обзор на в рамках московского собирательства начала 50-х 60-х годов первый период как раз формирование коллекции которым есть сегодня буду говорить или пытавшихся дать какую-то обзорную характеристику коллекционер не солдатенков в целом и нофть и в тех и в других работах не была выявлена ведущая в тема в собрании более того она рассматривалась как достаточно разрозненная с эстетической точки зрения и никакой проблематики не было выявлено как правило но важность этих работ начальных состоит в том что в них впервые упоминается обобщение солдатенков в 40-е 50-е годы с кружком московских западников по предводительству так скажем тимофея грановского и это стало одним из движущих факторов который предопределил предопределила начало собирательства солдатенков но одно лишь название этого факта как конечно не может служить такие мировоззренческие обоснования поэтому сегодня постараюсь кратко обозначить предпосылки и обстоятельства сложения одной из первых коллекции русского искусства во второй половине 19 века начало собирательства солдатенков как раз приходится на середину сороковых годов это период когда любой аспект художественной жизни воспринимается как некий способ приблизиться к образованности исключая при этом какие-то сословные рамки поэтому коллекционирование конечно остается как показатель некого социального статуса но постепенно все становится областью творческой некой реализации и этому способствует в принципе само состояние культурной сферы в москве на рубеже 30-40-х годов потому что в это время уже активно действует художественный класс функционируют разные литературные салоны художественных небольшие кружки общества и вот свободное взаимодействие этих элементов оно обеспечивает возникновение разных теоретических исканий которые в истории философии искусства в том числе и именно эти идеи исканий станут уже в 50-60-е годы подспорим для многих московских собирателей которые как раз выходят из среди московского купечества так вот сороковые годы казьма солдатенков попадает сразу в круг общения с одними самообразованных людей своего времени в той или иной степени впитывая их размышления и основная рамка основная масса этих размышлений формируется в рамках идеализма который обращается к проблемам общественной культурной жизни россии в исторической перспективе но интерес у солдатенков который происходило старобряческого довольно консервативного рода подготовлен тем не менее хорошим знанием современной литературы театра художественных выставок об этом мы знаем сохранившиеся переписки но и с общей точкой какой-то зрения да вот такое увлечение гуманитарной сфере оно очень хорошо отражает в принципе результат николаевского управления о чем в работах историков в том числе написано так вот солдатенков не только рассуждает о например литературе так называемой натуральной школы в которую входит произведения гоголя григоровича слогуба и других писателей но и художественных выставок выставках критические образы которые критические отзывы о которых появляются в различных журналах и наиболее часто в это время попадаются статьи василия петровича боткина черкиста литературно-художественного критика который в своих работах затрагивал преимущественно вопрос сущности искусства отношения к нему и так далее вот знакомство солдатенков с боткина возможно состоялось предположительно при участии иван васильевича щукина его старого друга да и щукина как раз ну здесь можно да и подробнее останавливаться иван щукин отец в том числе известного коллекционер сергей иван щукин так вот солдатенков вполне мог судя по его переписке быть знакомым с идеям боткина еще и потому что приходил в усадьбу боткиных в петровиревском переулке и здесь на вечерах обсуждалась во-первых современная литература а во-вторых шли различные толки об искусстве точки зрения гегеля и вот этот гегелевский подход что подлинное искусство должно являть нам зрелище внутренней гармонии звучит в критических отзывах василия боткина о современной живописи он не только рассуждает о колорите рисунке свете в картине именно с точки зрения того как это отражает характер самого произведения но и в принципе называет искусство некой идеальной сферой да и говорит о том что оно должно пробуждать чувство возвышенное прекрасное ну не не новые как нам кажется мысль но тем не менее они пробуждают в том числе и в московских кругах муд мысль о благоприятии облагораживающей миссии искусства и вот такое идеалистическое мироощущение на самом деле сбежает боткин очень сильно с тимофеем грановским одним из главных участников общественной жизни москвы середины сороковых годов грановский в тоже опирается на гегеля но немножко в другую сторону как раз больше говорит о в особенностях исторического процесса и в своих лекциях которые имеют огромное влияние на публику в том числе и благодаря своим просветительским каким-то акцентам а также присутствие грановского на вечерах у этого самого боткина определенно повлияли на затенку как на представителя как раз этого самого молодого поколения но во-первых это просветительская миссия о которой уже говорила тем более что грановский в одном в одном из писем озвучивает следующая мысль богатый человек у нас может сделать бесконечно много пользы так вот влияние этих идей на солдатенка можно смотреть не только в его знаменитой издательской деятельности которая благодаря которой на самом деле он очень хорошо известен сегодня но и его попытки такого очень активного вовлечения художественной жизни москвы так например в 1847 году он становится членом московского художественного общества основной задачей которого была поддержка художников из московского училища живая в том числе и с этого момента начинает приобретать работу отечественных мастеров при этом и боткин и грановский своими суждениями провоцирует интерес солдатенков как вы уже понимаете к истории для солдатенкова огромное значение имеют суждение грановского как историка который видит ценность мирового прошлого и считать что историческая наука должна изучать жизнь жизнь человечества в ее разнообразии многосторонности об этом свидетельствует тот факт что в 1854 году грановский читает краткий курс древней истории солдатенкова но вот к этому времени на самом деле солдатенков уже приобретает работы во первых исторического живописца николая ломтиева ангелы а возвещать небесную кару содом и гаморе и аутодахи который вы видите на экране и последний работа конечно отсылала к популярным в сороковые годы лекциям грановского средних веках так вот это и последующие покупки солдатенкова могли состояться не только как результат его увлечения рассуждения боткина об эстетике искусства но еще и его высказывание по поводу смыслового наполнения как и грановский боткин говорит в своих сочинениях а так называемом народном духе но не по отношению к ходу исторического процесса да как это делает грановский мы этом не будем сейчас останавливаться а именно по отношению к сюжету художественное произведение именно из народного духа искусство древних искусство прошлого до черпала цитата предметы для своего содержания вот в 1800-е годы критик как раз говорит о том что красота является одним из ключевых понятий живописи и говоря современной исторической живописи как самым главным важным жанре отмечает что искусство должно отражать живой дух времени что это значит художники которые обращаются к прошлому должны останавливаться на тех сюжетах в корне которых лежит высокое чувство близкое важно к актуальным идеалам общества наилучшим же решением будет отражение действительной жизни народа духа того времени которому принадлежит сам мастер но здесь надо отметить конечно что представление боткина исторические бытовой жанры слитого едино тем более что последним он придает черты некой пафосности но в целом вот это вот этот акцент на народным духе проявляется в первых покупках солдатенкова так например вот в обращении к творчеству московских художников это очень хорошо заметно например какие-то черты типичной московской жизни коллекционер видит с одной стороны в творчество василия тропина который стоит у истоков по мнению многих исследователей московской художественной школы поскольку хорошо знакомы с основателями художественной класса и пользуются большим авторитетом в художественных кругах москвы так вот в автопортрете на фоне окна с видом на кремль который сегодня находится в составе государственной тречковской галереи как раз очень хорошо видно как тропинин наделяя самого себя типичными для его других героев чертами да таким добродушным психологизмом еще и позирует который отмечу да является такой типичной чертой именно московского уклада по воспоминаниям современника он еще и позирует на фоне панорамы кремля а в работе федотова вдовушка как раз проявляется вот это вот тип традиционно уже да в историографии черта федотова как выразитель народного быта такого да в ярких социальных сценах солдатенка в 1850 году приобретает работу завтрак завтрак аристократа на самом деле здесь должна быть она вдовушка тоже более позднее приобретение да но все равно это говорит в данном случае большом интересе к федоту тем более что играновский поощряет вот этот выбор художником остросоциальных сюжетов и в принципе личность федота вызывает огромный интерес у интеллектуалов москвы в конце 40-х годов так вот вот такое критическое отношение к действительности еще и соединялась с художественными качествами работ да эстетика деталей прописанных колоритом и так далее его соединение с одной стороны эстетической части и смысловой наполненности но как раз является ключевым для солдатенка при выборе художественных произведений но на самом деле более явно искать вот эту гармонию внешнего внутреннего начинает о которой пишет боткин он начинает с 1852 года когда едет в рим вместе с николаем петровичем боткиным братом василия боткина и можно уже так с такой уверенностью утверждать что он ее находит в произведениях художников академического направления где естественно его привлекает это соотношение глубины сюжета и его отражение в цветовой гамме композиционных по стране и так далее так вот границы этого начального периода коллективской деятельности такого активного обозначает приобретение двух работ во-первых это вирсавия брылова который он покупает 52 году личного художника во вторых это явление христа народа его уменьшенный вариант который сегодня находится в русском музее она на первый взгляд солдатенковское собрание проходит путь от такого яркого очень пикурейского мотива до самого важного религиозного события которое трактуется как реально правдивое явление но на самом деле а и эту точку зрения поддерживает поддерживать некоторые авторы но на самом деле солдатенков принимает решение приобрести явление христа народа сразу после знакомства с ивановым в 1852 году то есть это и и картина брылова и картина ивана они как раз ну почти одновременно да замысливаются художниками как часть его коллекции так вот иван солдатенков знакомится с иваном в 1852 году и что важно виде его авторитет среди том числе колонии русских художников как это видеть солдатенкову на тот еще момент он делится с ним свои идеи о создании галереи только русских художников цитата и просит того покупать для коллекционера лучше лучше из работ русских пенсионеров время но конечно можно здесь еще отметить тот факт что солдатенкова привлекает и сама позиция философия некоторых колонистов которые едут в рим для того чтобы осмыслить там некий исторический опыт мировой художественной культуры и здесь такой занимательный факт который недавно удалось обнаружить солдатенков во время такой первой поездки приобретает еще и фотографии большинства древних римских памятников архитектуры и скульптуры которая большая коллекция которая впоследствии вместе с живопись и скульптурой зооколлекция была передана в румянцевский музей но несмотря на план солдатенкова иванов не становится для него таким полной в мере проводником в творческие русских пенсионеров потому что активно работает в этот момент над завершением явления христа народу и находясь в италии солдатенков самостоятельно проявляет интерес к историческим к пейзажам которые фиксируют то есть самые исторические римские ландшафты работам в работам антона иванова сократа воробьева боголюбова давыдова солнцева лагорье и других мастеров на самом деле толчком к пониманию этого пейзажа как из некого исторического свидетельства послужило знакомство солдатенкова с творчеством айвазовского его художественным видением которое предположительно могло состояться в 1851 году когда солдатенков на выставке айвазовского в москве в 1801 году приобретает пейзаж остров патмос но понятно значение острова да сейчас не буду пояснять и плюс конечно не только сюжетная составляющая но еще и художественная трактовка да вот такая романтическая с помощью теневых контрастов лунном пейзаже она тоже привлекает собирателя но и в дальнейших приобретениях как раз вот таких широких пейзажных панорамных видов видно и видно еще и видна еще такая отсылка к высказываниям боткина о возвышенном чувстве природы которая должна передавать ландшафтная живопись ну и вот неким таким философским размышлениям на которые этот эти пейзажи рассчитаны в том числе и благодаря какому мотиву соотнесения человека и природы что очень часто встречается в этих работах но конечно основные усилия сладотенков направляет на то что покупать работы исторического и бытового жанров как уже состоявшихся римских пенсионеров так и выпускников класса исторической живописи в академии художеств так например перемещаясь между италией россии он делает приобретение с выставок потому что именно на выставках можно купить и работы которые как бы отражает актуальный художественный процесс времени по его мнению или же непосредственно через знакомство с мастерами так вот в кругу работы собственно исторического жанра сладотенков выбирать наиболее эмоциональные сюжеты не делая различия между например эпизодом из истории до реальной в полотне сороки на пиро христианский мученик при князе владимире или же иллюстрации памятника античности так как работе иванова который видите на экране ну и так далее то есть подобная слитность сюжетов она в принципе характерна для всей первой половины 19 века но в то же время где можно увидеть отсылку к идеалистическим представлениям о мировой истории отмечу что грановский который мне уже говорила размышляет об единстве исторического процесса и что он имеет ввиду он имеет ввиду некую движущую силу которая реализуется во-первых через народный дух да а во-вторых через отдельных личностей так вот как раз в духе времени очень характерно и показательно что художники пытаясь как бы выразить мироощущение некого народа в древности представить в полотне какой-то моральный смысл подлинно исторического неважно подлинно исторического или мифологического события как раз и создают ряд вот таких полотен и в приобретении солдатенком вот в том числе картин которые видите на экране со смысловой точностью жестов с логическими ясными позами и неким таким продолжением тех тенденций которые намечаются в работах брюло последний день помпеи или бруни медный змей продолжает все еще прослеживаться вот эта попытка найти в искусстве некие общеисторические ассоциации ну и в принципе конечно ее нельзя связать не связать с общим для идеализма да вот с общей для идеализма тенденцией обращаться все время к проблемам социальным да вот в какой-то исторической перспективе среди приобретений солдатенкова в этот период выделяется картина на тему современной жизни второе направление о котором сейчас подробнее говорить картина Ивана Соколова «Ночь на Ивана Купалу» и художник который фокусирует свое внимание на так называемых народных картинах привлекает коллекционера тем что успешно очень сочетает черты и бытового и исторического жанра потому что в данном случае как видите сцена народного гуляния она превращается в некое многофигурное действие и конечно здесь нельзя обойтись ни без приемов классической академической картины и такой некой романтизации внешний облик как центральных так и второстепенных персонажей так вот продолжая эту тему возвышенности в повседневной жизни коллекционер находит ее самостоятельно опять да не без без помощи Иванова о чем пытаются все время заявить исследователи в картинах в том числе выдающихся русских художников прибывающих в тот момент в Риме во первых это произведение Сорокина Бронникова в том числе Тимашевского такие типичные типичные работы которые продолжают продолжают линию итальянского жанра мальчика Брылова но высокое качество таких вещей которые романтизированы за счет достаточно большого формата отработанного колорита четко выставленной композиции моделировки форм у всех этих качеств можно очень долго перечислять как раз и как раз очень ярко выражена но и продолжение да такой идеализации она проявляется уже в работах которые он покупает в Москве живописные образы Якова Капкова и Михаила Ботхина которые вы видите на экране да но к концу 50-х годов солдатенковская коллекция которая располагается в его жилом особняке на Мясницкой улице он сейчас сохранился на самом деле приобретает известность достаточно здесь упомянуть критический отзыв петербургского искусствоведа Андреева который прежде не включал картины из собрания солдатенков в свои обзоры возможно это было сделано еще и по некому заказу для того чтобы подчеркнуть превосходство петербургского коллекционирования над московским говорит о ней как об одной из лучших коллекций русских картин в Москве что тоже очень важно и в некоторой степени это подводит конечно итог первому периоду коллекционирования солдатенков которые были заложены основные принципы дальнейшего формирования собрания не буду останавливаться конечно на таких важных тоже мировоззренческих аспектах да как особенности происхождения факт принадлежности предпринимательской среде середины второй половины 19 века но вот я только подчеркну что как раз в конце сороковых 50-х годов намечает граните своих художественных предпочтений во первых он продолжает идти уже конечно по выработанному пути ища в работе соединения и сюжета и его художественного выражения он активно сотрудничает с колонии русских художников в Риме делает заказы Чижову Бильонскому да вот здесь у меня скульптура выделена тоже можете видеть на экране но конечно это в основном была живопись вот здесь некий представлен такой соборный слайд да с наиболее выдающимися вещами здесь конечно и произведение как я уже сказала и Семирадского и Постникова и Бронникова и среди других работ конечно нельзя среди других авторов нельзя не назвать и Бакаловича и Катарбинского и так далее плюс конечно интерес к произведениям которые отражают народный дух уже не прошлого современности естественно в 60-е 70-е 80-е годы обращают его внимание на работы уже признанности как уже признанных мастеров да в лице Перова Мисоедова Максимова Маковского Крамского и так далее так еще и на работы выпускников Московской училищи живописи военно-изучества очень достаточно малоизвестные сегодня художники но я их тоже назову Батурин внуков воронцов башилов жуков и так далее ну вот некоторые одна только работа проведена в данном случае поскольку собственно даже как выглядят эти самые работы не просто установить их местонахождение да и всякие технические данные ну вот чисто даже сами изображения это еще предстоит выяснить но конечно если подытоживать то важно сказать что внешняя красота да для солдатенкового виде во-первых тщательного рисунка выверенных композиционных построений прописанных деталей и других приемов она неотделима от смыслового наполнения произведений как в исторической так и бытовой живописи и в этой степени он конечно следует за старается следовать за художественными тенденциями времени не делая различий между художниками которые принадлежали к разным к разным творческим объединениями и вот тот круг идей который был сформирован тот художественный вкус который был сформирован благодаря названным мировоззренческим идеям он позволяет ему последовательно расширять коллекцию даже в тот момент когда пара Михайлович Третьяков выходит скажем так на художественную на художественную арену как главный представитель главный представитель московских коллекционеров как человек который занимает скажем так весь весь авторитет через создание национальной галереи русского искусства Солдатенко продолжает Большое спасибо Заканчиваем Да у меня последняя как раз фраза осталась что до конца 19 века собрание Солдатенко остается идеологически цельным и художественно несмотря на попытки исследователей заявить обратное все Большое спасибо Марфа Вадимовна у нас мы в целом по конференции заявлен более короткий регламент да если вы обратили внимание это было 15 минут но все предыдущие докладчики так вот хорошо перебрали с регламентом если можно последующие докладчики если у вас был доклад сделан в заявленном регламенте не увеличивайте его Большое спасибо Марфа Вадимовна Есть ли вопросы Если нет вопросов мы продолжаем наше заседание и переходим к еще одной очень интересной проблеме Она НАВА Это музеификация РАМ И я рада представить вам Оксану Александровну Лысенко Академия акварели изящных искусств Сергей Андреяки Из Москвы Академия акварели изящных искусств ОКСАНА Александровна ОКСАНА Александровна ПАЖАСТА Спасибо, Екатерина Юрьевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я начинаю с хводом. Среди специалистов отчасти до сих пор бытует представление, что художники авангарда не уделяли пристального внимания картинному обрамлению. Это убеждение столь же неверное, сколь и опасное, чреватое серьезными последствиями для памятника. Рамы художников авангарда, как правило, не золоченые, не имеют богатого декора. Часто это лишь деревянные рейки. И такая лаконичность и простота делают картинное обрамление в глазах искусствоведов не представляющими ценности. Поэтому часто рамы буквально выбрасывают, заменяя современным фабричным багетом. Я вам сейчас покажу ряд произведений. Это Гончарова, Ларионов, фрагмент экспозиции Малевича, выставки Малевича в данном случае. Все эти вещи из собрания Государственного русского музея. И, как вы видите, они, как практически все произведения художников русского авангарда, одеты сотрудниками музея в белые и черные современные панетные рамы. Если мы обратимся к фотографиям картин и прижизненных выставок художников, то увидим, что такой багет не имеет ничего общего с рамами, которые выбирали авторы. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что черные и белые широкие багетные рамы оказывают активное воздействие на восприятие колорита картин. О действии цвета в XIX-XX веках было написано немало трудов, и многие из них были прекрасно известны художникам авангарда. Это работы Рунге, Гёте, Шопенгауэра, Шевреля и, наконец, известный труд из Йофанаса Иттана, представителей искусства авангарда, «Искусство цвета». Иттан в своем труде подробно рассматривает, как меняются цвета при взаимодействии друг с другом. Цвета. Их устойчивость нарушается. Цвета теряют присущий им объективный характер и как бы качаются, переходя из своей реальности в новое нереальное измерение. Естественно, мы с вами понимаем, что закон восприятия цвета действует не только по отношению к живописи, но также и к обрамлению. Цвет рамы активно взаимодействует с колоритом картины. Обратимся к примеру. Паул Клеев часто изготавливал для своих работ рамы из простых деревянных реев, которые нередко использовали и художники русского авангарда. Будучи нетонированными, такие тонкие, плоские, едва выходящие из-за поверхности холста обрамление придают картине законченность, практически не влияя на ее восприятие. Но если покрасить их той или иной краской, восприятие живописи поменяется, поскольку вступит в силу закон взаимодействия цветов. К примеру, если рама будет покрашена в цвет дополнительный тому, что превалирует на холсте, она усилит звучание флоритов. Некоторые цвета в картине кажутся блеклыми рядом с более насыщенным цветом рамы. И наоборот. Делая рамы клея, окрашивал их в соответствии с определенной задачей. Интересно, что он тонировал не только рамы, но и поля акварели, а также и некоторые картины. Вот сейчас как раз у вас перед вами пример. Это нарисованная рама на акварели, коричневая. Еще один пример, нейтральная и поле оставленная, затонированная клея в живописной работе. У Кандинского было особенное индивидуальное цветовосприятие, что не могло не сказаться на его выборе картинного обрамления. Так, произведение «Эвенеманду» с небесно-голубым, с белым просветом и фоном. Художник дополнил это произведение рамой, внутреннюю часть которой сделал зеленого цвета. В этом сочетании красок есть глубокое символическое начало. Кандинский говорил, что синий – типично небесный цвет, который, переходя к светлоте, приобретает более равнодушный характер. И чем светлее становится, тем беззвучнее, пока не дойдет до беззвучного покоя, станет белым. Между тем, зеленый Кандинский считал цвету самодовольного спокойствия, который противоположен синему цвету торжественной сферзивой губерности. Иначе использовал зеленый цвет Михаила Лориона для своей картины «Провинциальный франк». Это произведение находится в Третьяковской галерее. И перед вами редчайший пример, сохранившийся в Российском музее авторской рамы. А рама Лорионова играет важнейшую роль в восприятии колорита произведения. Убрав ее, мы увидим, как поменяются серый и коричневый цвета фона. К сожалению, старые черно-белые фотографии не дают представления о цвете рам. Тем ценнее хранящиеся в архиве литературы и искусства письмо Шагалу Кандаурову, который в 1911 году занимался организацией выставки «Объединение мир искусств». Шагал, находившийся в то время в Париже, хотел представить на выставке три своих произведения. Внутренность дома или рождение, комната и покойник на улице. В письме Кандаурова Шагал оговаривал важные для него детали экспонирования. Цитата. «Посылаю три вещи на выставку. Развеска не в маленькой комнате, не в темной стороне, не против окна. Рамы простые. Номер два можно с углублениями. Желтое сероватое окно. Номер три – желтый цитровый. В письме имеются зарисовки, которые сейчас перед вами, зарисовки трех картин с авторскими подписьми. Картине «Внутренность дома». Желтая охра. Рама простая. Картине «Комната». Очень черная рама из простого дерева, нетесанного. И в картине «Покойник на улице». Рама очень желтая, цвета неба. Здесь имеется в виду цвет неба на картине. Я вам показываю произведение, находящийся сейчас в частном собрании. И вот одна из тех картин, которые Шагао планировал экспонировать. Это «Рождение», которое ныне находится в Чикакском институте искусств. Я не была в этом институте. Но судя по фотографии, лучшего, простите, у меня целого изображения не нашлось, только такой кусочек. Но судя по фотографии, мы с вами видим, что, скорее всего, «Рама» не историческая, это новая. Но тем не менее коллеги из Чикакского института, очевидно, постарались в соответствии с авторским замыслом подобрать и современное обрамление. Александр Архипенко дополнял равные свои скульптуры картины, о которых термин самого художника Архипенко писал. «Скульптура картины – это синтез моих идей как художника и скульптора. С цветом и объемом можно делать немало вещей, если прибегнуть к комбинированию. И к подобному комбинированию он прибегал в отношение рам, работая с их цветом и профилем. Рама является важной и неотъемлемой частью произведения Архипенко. Дизайн рам Архипенко лаконичен. У них простой профиль, без скотции, калевок, выгружек и других каких-либо элементов. И у этих рам нет орнамента. Показательно в данном отношении фотография ренецианской генали 1920 года, где Архипенко представил 48 своих произведений. В центре зала видна работа 1916 года «Женщина перед зеркалом», который ныне находится в Музее изобразительных искусств Перавила. Цвет рамы здесь резко контрастирует с расположенными у внешнего края элементами композиции и в то же время корреспондирует с ее отдельными деталями, привлекая таким образом к ним зрительское внимание. В частности, не случайно Архипенко сделал фрагмент фона справа над головой женщины того же тона, что и обрамление, таким образом притягивая на взгляд к лицу изображения. Не менее важное значение имеет профиль рамы. Ее плоские, гладкие, жесткими гранями листы контрастируют с округлыми линиями головы, груди, живота, женщины и также с подлокотниками кресла. Для сравнения рассмотрим другой пример – это работа женщины 19-го года. Здесь близкая по цвету рамы, но Архипенко выбрал для нее профиль торус. В результате листы ли рамы еще добавляют округлых пягких линий в композицию, сглаживая звучание в ней острых углов и прямых линий. Я призываю вас не верить мне на слово, попробовать, если это кому-то интересно, при случае поменять в фотошопе рамы и уверяю, что результат вас удивит. Еще один пример из творчества Архипенко – это скульптура «Медрано-2». художник тонировал разные цвета обрамления подставки и задней стенки, усилив таким образом динамичные контрасты и геометрические построения. Когда художники авангарда дополняли произведения белыми рамами, они, как правило, делали их узкими, вероятно, учитывая активность белого цвета. Итан доказал на ряде опытов, что белый делает более темными прилегающие к нему цвета, а при определенном колористическом решении усиливает цветовую напряженность картины. Самохвалов в период обучения у Петрова Водкина под влиянием системы трехцветия учителя разработал собственную систему цветовой гаммы. В соответствии с ней максимально чистая белая окраска бесцветия имеет наибольшую светосилу. То, что вы видите на экране, это как раз очень характерный пример обрамлений рамы белого цвета в искусстве авангарда. На данном случае вы видите Ларионова, который держит свое произведение. В художественно-философской системе Малевича белый цвет имеет особое значение. Он дает истинное реальное представление бесконечности, которое мыслится художниками как космическая бездна и как безграничное пространство человечества в мозге. Кроме того, белый цвет по Малевичу символизирует чистоту творческой жизни, свободной от предметного мира. Ученик и соратник Малевича Николай Суити во второй половине 30-х, 40-х годов разработал супрематические рамы, которые тонировал белый красный. Вот я вам показываю в фрагме одну из этих рам с таким очень богатым буквально музыкальным ритмом. Это проект данной рамы. По просьбе Анны Липорской для ее картины «Малоярославец весной» создал оригинальную раму. В 1978 году картина в раме экспонируется на персональной выставке Липорской в Лосхе. И справа, здесь вот в руке, вы как раз видите, оформляет картину в супрематической раме Суитина. В 1980 году Липорская передала картину в Псковский музей-заповедник, обратив внимание искусствоведов на художественную значимость, дополняющую ее раму Суитина. К сожалению, музей эту раму не сохранял. Малевич свои супрематические произведения, как и работы предшествующего периода, экспонировал необромляемыми или в очень узких рамах простого профиля. Позже, в конце 20-х, начале 30-х годов, он стал обрамлять картины совершенно иначе, в рамы 19 века. В декабре 1932 года Малевич писал клюв, цитата, «В настоящем времени я позволяю себе разработку образов, то есть человеческих мигов, в ощущениях классических. Но это не значит, что живопись будет в духе Венецианова, Иванова, Федотова, она будет в супрематической трактовке, цитата закончена, классическими, то есть золоченными, светлым орнаментом стали и рамы картин Малевича. Причем нередко он выбирал раму, еще только задумывая картину. Вот с ярким примером этому служит супрематическая мадонна в авторской раме, которая находится в частном собрании. Глубину пространства в картине Малевич передавал не с помощью линейной и воздушной перспективы, а причем продуманных соотношений цветных горизонтальных полос, как в работе «Три женские фигуры». И усиливал созданный эффект, выбирая раму определенного профиля. То есть, подобно старым мастерам, Малевич использовал воздействие рамы на зрительское восприятие картин. В настоящее время в Русском музее обнаружены четыре авторские рамы Малевича, однако в экспозиции их нет. В заключение скажу несколько слов о рамах Натана Альклова. Значительная часть его картин в музейных и частных собраниях находятся в рамах одинакового профиля. Большинство этих рам не имеет покрытия, одни, которые тонированы в соответствии с колоритом живописи. Можно предположить, что появление этих рам связано с персональной выставкой, альтменом, состоявшейся в залах Лоска в 1969 году. Оригинальный дизайн рам наводит на мысль о том, что он был разработан самим художником. В этой связи интересно отметить, что в 1962 году, то есть несколькими годами ранее выставки Альклова, самохвалом, готовясь к своей персональной выставке в Лоске, создал дизайн рам для живописцев и графических работ, и в том числе им были переобретены собственные ранние произведения. Рисунки и чертежи рам Сомахлова сохранились в частном собрании. Но, к сожалению, рисунки рам Алькмана обнаружить пока не удалось. Лекционер Владимир Ильич Полеев рассказывал мне, что идея профиля рам Алькмана принадлежит самому художнику. Однако он вполне допускает, что Алькман мог скопировать понравившуюся ему раму чужую работу. Он показывает это вещь из собрания Русского музея, а это католический святой из собрания семьи Полеевых. Таким образом, даже краткий обзор показывает, что художники авангарда с большим вниманием относились к вопросу обрамления своих картин. Индивидуальное творческое мировоззрение и манеры каждого из них обусловливали собственные видения рамы. Цвет и профиль рамы имеют большое значение для расприятия произведений изобразительного искусства. Поэтому замена авторской рамы влечет до собой иное видение картины и, кроме того, искажает эстетику эпохи. Надеюсь, что данное сообщение способствует тому, чтобы в музеях страны выбор рам для картин авангарда начал осуществляться на основании научных исследований. Только тогда музейная экспозиция будет соответствовать основополагающему принципу научности и рамы будут отражать не вкусы из культурного виду, а видение художника. Спасибо, я с удовольствием отвечу на вопросы, если таковы у вас возникли. Большое спасибо, Оксана Александровна. Есть ли вопросы? Тема действительно очень такая насыщенная. Да, хотелось бы, чтобы это было в реальности, но мы все просим Оксану Александровну собирать материалы, как-то письменные свидетельства и источники для того, чтобы даже если эти рамы утрачены, то через некоторое время, может быть, через годы была какая-то возможность уже, как в других музеях, реконструировать рамы на основе тех материалов и тех практик, которые были у художников авангарда, для того, чтобы они соответствовали этим рамам. Потому что я верю в то, что когда-нибудь этот исследовательский интерес уже перейдет в практику музейного дела и станет аксиомой, скажем так. Спасибо. Спасибо. И мы продолжаем наше заседание. Наталья Борисовна Демина, Государственный Эрмитад. И мы будем рассматривать уже проблемы коллекционирования, связанные с Музеем Нового Западного Искусства. Здравствуйте. Да, моя тема, она... Сейчас, одну минуту, я поделюсь экраном. Запущу презентацию. Так, пока слайдов сначала. Итак, моя тема – создание Борисом Николаевичем Терновцом коллекции итальянской живописи XX века Государственного музея Нового Западного Искусства. Тема эта связана с использованием документов. И на самом деле для доклада, может быть, не так просто на слух это воспринимать. Я попыталась сделать какие-то таблицы, но, как мне потом показалось, они могут только вас запутать. Это не очень большой фрагмент статьи, которая, если будет принята, будет опубликована. Государственный музей Нового Западного Искусства был создан в Москве в 1923 году в результате слияния музеев, образованных на основе национализированных коллекций Сергея Ивановича Щукина и европейской части коллекции Ивана Абрамовича Морозова. Его директором был назначен Борис Николаевич Терновец, руководивший до того, так называемым вторым отделением Морозовской части музея. Борис Николаевич Терновец родился 1 ноября 1984 года в городе Ромной Полтавской губернии. Учился в Москве, куда семья переехала. Получил юридическое образование в Московском и Берлинском университете. Параллельно с университетом в Москве он посещал художественную школу ЮОНа, а затем Киша, продолжил художественное образование в Мюнхене, в школе Холоши и в Париже, где, в частности, занимался скульптурой под руководством Бурделя. Вернувшись в Москву в начале Первой мировой войны, он работает как свободный художник и скульптор. После революции с 1918 по 1921 годы работает над правительственными заказами по плану монументальной пропаганды. С 1919 года поступает хранителем во второе отделение музея новой западной живописи, а затем получает должность директора ГМНЗИ. До 1937 года он неустанно занимается вопросами экспонирования предметов и их хранением, а также их научной обработкой. Воспринимая музей как живой организм, который должен развиваться и пополнять свои фонды, Терновец, не имея валютных средств на покупку произведений европейских художников того уровня, который был задан собирательской деятельностью Щукина и Морозова, а уровень это высочайший, предлагает идею обмена произведениями искусства между европейскими и советскими художниками. Первоначально с этой идеей он обратился к французским мастерам, однако большого энтузиазма она в парижских художественных кругах не встретила, зато нашла отклик в Италии. Сам по себе факт формирования коллекции ГМНЗИ путем обмена зафиксирован в каталогах коллекции ГМИИ и государственного Эрмитажа музеев, между которыми были поделены коллекции ГМНЗИ после его ликвидации в 1948 году. Однако отдельного исследования процесса создания коллекции новой итальянской живописи в ГМНЗИ не существует. При том, что в архиве ГМИИ в отделе рукописи хранится обширная переписка Терновца с создателем Джованни Шевилером, выступившим посредником между директором Московского музея и мастерами Северной Италии. Она почти целиком, ныне вся опубликована в сборнике из архива ГМИИ, выпуск 2, который у вас на экране, 1978 года издания. Письма Бориса Николаевича Терновца из Италии к его жене Нине Викторовне Еворской, служившей в том же Государственном музее нового западного искусства, опубликованной в подготовленном ею сборнике Терновец, письма, дневники, статьи, вышедшей в Москве 1977 года, где мы также можем почерпнуть информацию о процессе подготовки обмена. Ниной Викторовной Еворской написана и капитальная история Государственного музея нового западного искусства, вышедшая в 2012 году, где на основе архивных документов, хранящихся в ГМИИ, а также публикаций в прессе и личных воспоминаний, изложенные истории формирования и бытования коллекции музея с 1918 по 1948 год. В своей книге Еворская не обошла вниманием и итальянскую национальную школу. Согласно Еворской документам архива, способу приобретения картин современных итальянских художников Борис Николаевич Терновец начал разрабатывать еще во время командировки в Италию на международную выставку в Венеции в 1924 году. Он был куратором советского павильона на Венецианской Бьеннале. Тогда он предложил председателю ученого совета гомонезы Машковцеву продать картину Кустодиева из музейного фонда, которая показывалась на выставке Венеции, а на вырученные деньги купить одну-две картины в итальянском павильоне. Однако эта идея не нашла поддержки. Развивая идею обмена работ итальянских художников на произведения советских мастеров из музейного фонда, Терновец продолжил во время своей второй итальянской командировки. На этот раз он был одним из комиссаров в монце-миланской выставке 1927-1928 годов. Исполнению этого замысла способствовали дружеские связи, которые завязались у Бориса Николаевича с итальянскими художниками. И важнейшую роль в них сыграл Джованни Шейвиллер, миланский издатель, специализировавшийся на публикациях о современном итальянском искусстве, в некотором смысле популяризатор современного итальянского искусства, что обеспечило ему, Терновцу, знакомству и Шейвиллеру, знакомство с художниками Севера Италии и с художественным миром того времени. Знакомство Терновца и Шейвиллера состоялось в апреле 1927 года в Милане. В письме от 22 апреля он писал Егорской. «Сегодняшний день также не прошел даром. Утром я успел забежать в книжный магазин, где познакомился с Шейвиллером, молодым издателем, приславшим мне прошлой зимой выпуск арты модерна Итальяна. Шейвиллер встретил меня чрезвычайно радушно, сразу указал мне ряд необходимых мне адресов и дал ряд справок. Мы условились, что я зайду к нему сегодня вечером на дом, где мы сговоримся относительно списка художников, к которым он даст мне рекомендации. Сейчас 12 ночи, а я только что вернулся. Шейвиллер – швейцарец из немцев, с типичной для немцев аккуратностью в работе. У него ряд папок, посвященных отдельным художникам, прекрасная картотека, ряд фотографий. Он дал мне более 10 визитных карточек с надписями и подарил несколько интересующих меня каталогов и брошюр. Наши вкусы и суждения во многом оказались общими. Разговор все время был очень оживленным. Обсуждали и отдельных художников, и общее положение итальянского искусства. Я бросил, между прочим, идею об обмене произведений между художниками. Ему эта мысль понравилась. Он думает, что эта идея не безнадежна. Вот было бы хорошо, если бы я вернулся с пятью-шестью итальянскими картинами. Наша дружба зашла так далеко, что он сам вызвался меня сопровождать к ряду художников. Из дальнейших писем мы узнаем, что Черновец в сопровождении Шевиллера посетил мастерские Този, Бернаскони, Салиет, Тимур-Уси, Гайкара. Самостоятельно он побывал у Феличи Казарати в Турине. Очевидно, что для реализации этого проекта необходим был агент. Тем более, что в 1920-х годах в Европе установилась практика обязательного участия галеристов в продаже картины или движения их по выставкам. В данном случае этим галеристом был Гузони. Так, спустя 20 дней после письма о знакомстве с Шевиллером, Черновец сообщает, что вечером был в художественной галерее Эзами, связанной с коллекционером Гузони и критиком Самаре. Оба заинтересовались моим предложением обмена картин русских художников на итальянских и дадут мне в долг 6-7 картин следующих художников. Фуни, Сироне, Кара, Бернасконе, Този, Селье, Тмарусип. Это крепкая миланская группа вполне европейского уровня. В обмен они будут ждать такого же количества картин русских художников. Я очень рад, так как хорошее начало будет положено, а затем итальянскую залу можно будет постепенно расширить, ведя туда Казарати, О, Петарена, Феличи, Декири, Косеверине, Кампили и Бачони. И вот у нас в музее появляются итальянцы. Благодаря моим стараниям. Ура! Ура! Однако дело застоприлось. Вернулся терновец из Милана лишь с папкой графических работ. Как он сам писал, действуя на свой страх и риск, он привез коллекцию из 21 рисунка, а также печатную графику. Взамен было послано 35 рисунков и гравюр советских художников, которые были прибыли сны на средства самого Бориса Николаевича. Либо были получены в дар от сотрудников музея или самих авторов. Затем обмен оригинальной печатной графикой продолжился уже за счет государственных средств при посредничестве Шейвиллера в 1927 и 1928 годах. Однако живописных работ из Италии не поступало. Впрочем, именно в эти годы в коллекцию музея поступили две капитальные работы. Надо сказать, что в коллекции Гомонезеи еще от Ивана Абрамовича Морозова была одна картина итальянского художника, впрочем, датировавшейся 13-м годом. Это художник Аскания Теальди, имя которого было, например, незнакомо Шейвиллеру, когда Терновец спросил его о Теальди, художник, работавший в основном в Париже. В 1927 году в дар Гомонезеи получил от Михаила Варионова две очень важные композиции. Это композицию женской головой Карла Кара и голову Джина Сверини, что, конечно, было важным пополнением собрания. А в 1929 году в музей поступили две капитальные работы двух крупнейших художников этого времени. Это Шви и Массимо Кампили и римлянки Джорджи де Кирико. Однако оба этих художника работали во второй половине 20-х годов в Париже. И эти картины были приводятены с выставки современного французского искусства, которое проходило в Москве в 1929 году. Однако, имея уже картины де Кирико и Кампильо, а также Карла Кара и Сверини, Терновец ждет новых поступлений из Италии, которых все нет. Проволочка была вызвана отсутствием каких-то действий со стороны галереи Эзаны при словесной поддержке плана обмена. Уже в Москве Терновец получил одобрение в наркомпросе на выделение картин для отправки в Италию. Но эта отправка была возможна только после получения живописных работ итальянцев в Москве. В итоге Шейвиллер принимает решение действовать самостоятельно в обход галереи Эзаны. 14 июля 1929 года, в итоге спустя два года после заключения первой договоренности, Шейвиллер пишет Терновцу. Месье Гузони все обещает, но ничего не установлено окончательно. Салиетти, Тодио, Бернаскони, Морусик и Фуни готовы произвести обмен сами. А с Кара и Сирони ничего не выходит. Обмен картин этих двух художников должен провести только Гузони. Я ему сказал, что итальянский зал в Москве не будет полным без этих двух художников. А что, скажете на это вы. Итак, из заявленного списка в семь имен, пять имен, пять художников готовы были послать свои работы в обход галереи Гузони. Но Марио Сирони и Карл Кара, видимо, связаны какими-то обязательствами с галереей Эзамы, работы свои предоставить не могли. Получив положительный ответ Терновца с просьбой посылать работы в Москву, Шейвиллер обещает заняться обменом самостоятельно. Правда, необходимо дождаться возвращения художников в Милан. Спустя четыре месяца Шейвиллер пишет «Наконец получил картины Борры, Героки, Фуни, Морусика и Този для обмена с музеем Москвы». Картина Сальетти еще находится в Питтсбурге. Прошу вас ее подождать. Далее, ожидая недоумения Терновца по поводу отсутствия важнейших имен первого ряда и появления новых авторов в списке, объясняет. «Я отобрал для обмена также и картины двух молодых художников – Пампео Борры и Де Рокки, на которых возлагаю большие надежды. А что касается Сирони и Карла, я надеюсь удовлетворить вас позже». А две картины, присланные вашим другом Бернасконе, были недостаточно значительны, чтобы фигурировать в галерее. Сам он это признал, поэтому я отказался от обмена с ним до вашего приезда в Италию. Еще раз скажу, что с Сирони и Карла сейчас ничего не выходит. Надеюсь, что выйдет в Польше. Терновец в ответ на письмо от 20 февраля 1930 года пишет «Мне очень нравится вспаханное поле Този, которое будет очень хорошо представлено этим холстом». Натюрморт Марусиго тоже очень характерен для манеры этого художника. Что касается Сильети, эта картина поступит позже, его очень трудно представить единственным полотном, так как его искусство очень разнообразно от реалистической концепции до обобщенной стилизации. Его пейзаж, между прочим, очень хороший, показывает его первый аспект. Меня очень заинтересовала живопись Де Рокки, я вижу в ней влияние Модельяне, черты характерны для экспрессионистических тенденций, таких редких для итальянской живописи, представителем которой был Модельяне. Я уверен, что все они будут приняты в музей. Эти картины вместе с работами Кампильи, Де Кирико и рисунками, которые у нас уже есть, могут дать представление о современном состоянии итальянского искусства. В итоге эти работы были отосланы Терновцу вместе с двумя картинами Фуни, это Ребекку Калотта и портрет Джованни Шевиллера и картины Пампео Боро. Саму работу Акили Фуни, портрет Джованни Шевиллера, Шевиллер отобрал сам из коллекции своей семьи. Как он пишет, эта замена сделана лично мной, я надеюсь, что портрет придется вам во вкус. В 1930 году в «Карье Дар» в парижском журнале в обзоре музеев современного искусства, которые существуют в мире, особо отмечалась инициатива Терновца по созданию галереи современных итальянских художников, которые можно увидеть в Московском музее. В письме об отправке первой партии картин Шевиллер анонсирует сразу же и вторую. Во второй посылке, которая будет отправлена через три или четыре месяца, вы получите одну картину Слиете, ту самую, о которой уже шла речь, одну Маранди, одну Феррацци, одну Гарбари. Трое последних согласились на обмен. Если хотите, я могу уже даже сейчас объявить, что в Московском музее будет зал итальянского искусства. Тем самым он планировал убеждать и других художников участвовать в этом проекте. Надеюсь, позже устроится обмен с некоторыми художниками, которых вы назвали, в частности, Филичи Казарати. А какие живописцы вас интересуют из молодой школы Турина? И Терновец обозначает ему имена в ответ. Джиджи Кесса, Карла Леви, Анрика Паулучча, Марио Тоцци, Филиппо де Пизис и Вирджилио Гвидди. 5 февраля 1931 года Шевиллер сообщает Терновцу, что он отправил в музей два ящика со следующими картинами. Джиджи Кесса – фигура, Филиппо де Пизис «Цветки», Вирджилио Гвидди «Визит», Марио Тоцци, Палитра – это те художники, которых ждал Терновец и имена, которых предложил Терновец. Чезаре Монте «Ненастный день» и Акилла Легона «Арна» – это те художники, которые предложил Шевиллер. Альберто Салиетти – картина, давно фигурировшая в их переписке, и Джорджа Моранди «Натюрморт». Кто конкретно предложил обсуждение фигуры Джорджа Моранди из переписки, неясно. Очевидно, что такая крупная величина не могла не порадовать Терновца. И, опять же, очевидно, что переговоры с ним вел уже Шевиллер, поскольку Терновец после 1927 года в Италии не появится. Опять же, сообщая об обтравке второй партии картин, Шевиллер обозначает сразу и следующую отправку картин Карла Леви, Энрека Получчо, Асфальдо Личини, Филище Казаратти, Джина Северини и Эмилио Собрейро. Он отправит их, как только получит. В том же письме мы узнаем, что отдельной отправкой была послана маленькая картина по почте в письме, маленькая картинка Феррац. Это действительно самое маленькое произведение, которое поступит в Гомонезеи из Италии. Ящики второй отправки шли долго, однако третья отправка пришла лишь спустя два года. В это время в Гомонезеи уже появился обещанный Терновцом зал современного итальянского искусства. Сохранились фотографии, где мы видим работы, присланные в первой и второй отправке, а также рисунки и печатную графику, которыми уже обладал музей к этому времени. В 33-м году, 3 марта, Шельвира сообщает Терновцу об отправке ему восьми картин, пяти рисунков, одной аксилографии и одной темпера. Эти восьм картин – это картины Энрика Паулуччи, Штуро Натана, имя неизвестно, откуда появившиеся, Феличи Казарати, Уго Бернасконе, художника, которого она ведь изначально выбрал, но картину, которого никак не могли отобрать, Джорджа Моранди, Карла Леви, Карла Сбиза и Личини. Эти три картины, поступив в Гомонезеи в 1939 году, были переданы музеями Техи в Тбилиси, и изображения их я не нашла, так же, как пока судьбу их не ясна, написала в Тбилиси, но пока нет ответа. Резюмируя деятельность музея с 1921 по 1933 год, сам Терновец писал, пользуясь дружеским содействием художественного критика и издателя Джованни Шевиллера, удалось организовать обмен работ советских художников на работе итальянских художников. Начало было положено в обменом рисунка, вслед за которым начался и продолжающийся до сих пор обмен с живописными произведениями, что позволило музею нового западного искусства без затраты валютных средств создать превосходную коллекцию современного итальянского искусства, вовсе отсутствовавшего в первоначальных собраниях, в которых живописью и рисунками представлены почти все ведущие мастера современной Италии. И Егорская комментирует этот пассаж, что собранные работы были неравноценны, и, конечно, сам Терновец это понимал, но он считал, что в музее должны быть отражены все основные направления в современном искусстве, чтобы дать исторически объективную картину развития искусства. Всего в результате обмена через Шельвиллера в Грунзе было получено 23 картины современных итальянских художников, среди которых как художники первой величины, такие как Маранди или Гвиди, так и художники, на самом деле, сейчас считающимися одним из... Каждый из художников, который предоставил свои работы, сейчас заслуживает отдельного внимания у итальянских исследователей, считается крупной величиной в картине художественной жизни Северной Италии 20-х годов. Наталья Борисовна, большое спасибо. Есть ли вопросы? Позволите вопрос, Екатерина Юрьевна? Несно. Наталья Борисовна, спасибо большое за доклад. Очень важная информация и очень интересно было слушать. У меня вопрос, естественно, связанный с картинным обрамлением. Скажите, пожалуйста, шел ли... Ну, может, в переписке Терновца встречается эта информация? И вообще, вот, шел ли разговор о проблеме картинного обрамления? Встречалась ли вам эта информация и в какой связи? Только в связи с двумя картинами. Картины Маранди «Натюрморт». Об этом отдельно Шевиллер писал, что Маранди хотел бы, чтобы его натюрморт выставлялся в той раме, в которой он его предоставляет. И также об этом же писал Федерико Феррацци. Но фотографии, вот мы видим здесь на фотографии «Натюрморт» Маранди, что та ли это рама, не та ли это рама. Сказать сложно, потому что, по-моему, он что-то говорил о розовой раме, розоватой раме. И по актам приемки рамы не значатся. Ну, это то, что они не значатся, не значит, что их не было, потому что долгие годы работы в Русском музее, в том числе в архиве и в отделе учета с документами, показывают, что часто, особенно в то время, рамы вообще, даже золоченые резные рамы не учитываясь, уж тем более простые. Вот это на самом деле, пусть это вас не смущает. Но все остальные рамы, которые я тут вижу, ну просто, да, поскольку у нас у всех есть какая-то насмотренность, это, несомненно, гомонезуичные рамы, рамы, доставшиеся в наследство от Щукина и Морозова. Это точно. Но вы будете, надеюсь, писать про рамы, да? Вот о Марандии и вторую. Да-да, это будет включено. Просто доклад в 15-20 минут не мог позволить мне включить весь материал, тем более бы невозможно было бы слушать. Нетерпением жду. Спасибо большое. Спасибо еще раз, Наталья Борисовна, особенно за вот такой вот международный контекст. И, в общем-то, интересную практику, которая может быть востребована в ближайшее время именно по вот такому прямому обмену между художниками-произведениями искусства, минуя какие-то официальные формальности. Большое спасибо. Большое спасибо. Thank you. Thank you, Наталья. And now we continue our international topic as we started it by Natalia Демина's report, which was connected with the Italian-Russian artistic links at the State Museum of Modern Western Art in Moscow. So, next report will be delivered by Linka Kukzynski from the Université Jean-Molyne-Beyoun from France. And so, you're very welcome, Linka. I can't hear you. Thank you very much for having me. Yes, I'm... Yes, now it's okay. Okay, now everyone can see the PowerPoint. It's okay? Yes, everything is perfect. Perfect. I will just put a slideshow and start. First of all, thank you very much for having me. Okay, I will start a presentation about an exhibition, Tresor de l'Aaron Roumanie, that was at the Petit Palais Museum in Paris in the 1970s. On May 25th, 1970, at 5 p.m., the Petit Palais Museum opens its door for the vernissage of the exhibition Treasures of Ancient Art of Romania. This exhibition, hosted from the 25th of May to 31th of August, 1970, was consecrated to the 4,000th year of ancient metalwork in Romania. The Romanian government loaned 500 rare objects in gold or silver, except in this piece, the Tremesht helmet, that it's made in bronze with the burden from iron. All the pieces that were presented here came from archaeological discoveries from the Romanian territory. This presentation intends to analyze the importance of this type of exhibition in this new world of political-cultural diplomacies between countries. It will present the way in which this exhibition was created, its reception, and finally present its follow-ups. By observing the itinerary to Europe, from Rome to Paris, and after to Stockholm and London, we will dive into the matter of the choice of the objects and all the discussions revolving there. Christopher Popian argues that this period can be known as the New Age of the Museum. Shifting from aesthetic values to educational ones, the visitor becomes one of the elements that stands out in the second half of the 20th century. The use of words like treasures and golden displays attracts the masses, now used to see wonders like this in museums. After all, the first known blockbuster in the museum exhibition history was Tutankhamun and Saint-Ton from 1967, a golden display by itself. Concerning the political framework of our topic, this era is known as the first period of detente in the Cold War, a time of general easing of the geopolitical tension between the United States and the Soviet Union. The historian Federico Romero argues that the Cold War finds its paradigms and solutions in Europe symbolism, always shaped in this dualistic sense, the West and the East. In this period, small and medium powers enjoyed great autonomy from the superpowers and so Western European government's policies of detente deliberately involved the East in commercial, financial, and cultural cooperations. For what concerns our topic, to just give another example, the exhibition L'Art Russe des Chita no jour was organized from October 1967 to January 1968 in Paris in the same program of cultural cooperations. Other countries' members of the Soviet Union followed and responded to invitations from the European curators. This type of cultural policy opened to the world in this unknown part of Europe. For what concerns exhibitions at the time, I would mention that from the 1950s, temporary exhibitions had been receiving a specific place in museums, taught and destined for the visitor. His role evolved massively after the Second World War with the help of the EECOM and the educational museum projects all over the world. When talking about exhibition displays, we stumble upon the same question. Who is speaking? About what? To whom it is addressed? So by studying an exhibition, we can observe the relationship between the exposor and the exposed and their direct interaction with the viewer. Our presentation starts with the work of Adeline Cancan, the curator from the Petit Palais Museum who traveled to Bucharest in March 1970 in order to discuss which pieces will be shown and presented at the Petit Palais. Along her, Radu Florescu from the Romanian party co-commissions the exhibition. His main tasks were to supervise the transport of the pieces and stay in Paris until the opening of the exhibition. His works also included display work and catalog. Concerning the pieces, we will mention the Petrosa treasure and that I will just go a bit just to show you the helmets, these two Tratian helmets. Normally in Romania, they were preserved in a safe in the National Bank and in the museums, they were only copies. This was the first time when the originals left after the Second World War. Other objects came from different institutions all over Romania, from Constanza, from here in the South, from the monasteries in Moldova, from Cluj-Napoca, from all over Transylvania and even from the west part of Romania. In total, we are talking about 500 objects that were displayed. A part of the objects didn't come directly from Romania, but from Rome, where they were displayed as part of another exhibition, Civilta Romana in Romania, from February to April 1970 at the Palazzo dell'Exposizione, Via Nazionale. The Romanian interest of showing the Latin character of the nation was a key point evoked in almost every foreign exhibition that Romania organized. These objects arrived only on the 23rd of April in diplomatic suitcases, later than the main cases that arrived from Bucharest on the 17th April by train and by plane. Before displaying them, some of the pieces benefited of restoration made by the Maison André, especially the griffes, this one, that was broken on the road and needed immediate repair, along with another small statue of Jupiter that had a broken arm in the time when she arrived in Paris. Also, the pieces received the plexiglass fixings and installments with copper wire. Concerning the stars of the show, the golden helmets that I already showed you, one of them benefited of a total restoration of its original state and form, and the other one of an ear attachment fix. Maison André also cleaned all the pieces and particular attention was given to the golden leaf teyera that was, this is one of the rooms, I will go back, but I just wanted to show you the golden leaf teyera that was shown onto a shadow panel that you can see in this picture. These pieces were photographed by a specialized firm in artwork photography from the time Boulos. All the photographs that I'm presenting you are exactly the same. in collaboration with a special scenography firm, 80 panels, false walls for the museum and showcases like these ones were made in order to give the sufficient space of the exhibition. The show was presented in four rooms in the northwest wing of the museum, but it was just half of the space that was given for the Tutankhamun exhibition, for example. The exhibition was open from the 26th May every day except on Tuesday from 10 a.m. to 6 p.m. Prices went from five francs to three francs in the weekends to attract the public, of course, and 150 for the students and associations. The objects illustrate the art of metalwork in Romania from the first part is the Neolithic and the Bronze Age. The second part shows us the Thracian and the Dacians, the Greeks and the Romans, and the Great Migration, and of course, at the end, the Middle Ages. It was expected that the Kutsofenesht helmet, this one, will have the same success as the Tutankhamun mask with other pieces of treasures because, for example, for the Classical period, they were displayed in necklaces and tiaras, bracelets, rings, almost entire treasures discovered from Romania from different places. Concerning reception, papers and journals from that time focused on the extraordinary discoveries and compared the exhibition with the one next door at the Grand Palais that took place at the same time, Homage à Lénine from May to June 1970, which seemed to miss the aesthetic value that this one has. Also, the public opinion tells us that this exhibition is reaching historical enigmas and new discoveries. concerning the attendees, our table records mentioned that this exhibition had a total of entries of 31,842, from which just 5,000 free entries and 700 school groups. Concerning more details about the public and their impression, we can find in the guest book of this exhibition notes from Parisians, Americans, almost all the nation that signing or noting their name and talking about their emotion facing these pieces. From 30 August to 3 September, this exhibition was desampled and put in boxes. Except the medieval objects that were sent back to Romania, the other objects were sent to Sweden. To be presented in similar exhibition at the History Museum of Stockholm and after at the Artisanal Museum Rochka in Godberg. Concerning the next destination of our objects, let's go back again to the summer of 1970 and we can observe Claude Blair, a curator from the Victoria and Albert Museum that was sent to Paris on June 3rd after the exhibition opened in Paris to see and report on the quality of the exhibition. Sending an extraordinary report, the museum was interested to present the exhibition in London with the support of the Romanian Council. Unfortunately, the Victoria and Albert exhibition rooms at the museum were fully booked until 1972 and the decision was made that the Romanian exhibition to be hosted at the British Museum in a special organized exhibition from January to March 1971. If we look at the catalogs, undoubtedly, we will observe that this exhibition is almost the same as the one in Paris and this can tell us a lot about the success of the Paris exhibition. From London, the objects returned to their home country at their different and yet varied museums all around the world. It seems also interesting to mention that at this moment it was discussed at the opening of the new of the new history National History Museum in the Romanian capital, Bucharest. And that needed permanent collections. Records of special meetings show us the intention to take from every museum the most valuable piece concerning the Romanian history and to be moved in this new museum. Undoubtedly, the interest of these objects and their success in the exhibitions show them as key items for the new permanent collection of the National Museum of Romania. And they are still there now. In conclusion, when talking about exhibition, we undeniably try to see the power of display. In order to attract visitors, temporary exhibitions are created for the prime purpose to rekindle the relationship between the public and the cultural institution. In a scientific point of view, it is also a moment of research for the museum and institutions working on this type of collective project. And finally, we can see a diplomatic strategy of promoting new finds and developments of certain countries, thus reflecting the period of detente, more precisely the cultural part of it. Thank you. Thank you very much. Are there any questions? Thank you so much. I suppose that this paper, this topic is very important because it shows the process of forming new historical museums in the 60s and 70s and a little bit repeats the previous histories of the previous experience of other countries when objects, top objects from provinces, banks or private collections were concentrated in the capital in the specially formed historical museum. and what is the further destiny of this, not the collection of this, just the kind of exhibition, a kind of, I think, the whole collection. Is it on show? Was it on show in the Museum of History in Bucharest or what was it? the idea of the project? Yes, actually, I'm working now in collaboration with the National Museum of Romania to discuss exactly this topic. After all this exhibition in West Europe, they came back, the objects, and they were sent to their own four museums. And after, in two, three months, they were sent to the museum. And they were displayed like the treasure, the Romanian treasure. And even now, since that time, they are still displayed as the national treasure. And they still travel. Romania participates. The last one was in Spain, I think, the last exhibition with some of the pieces. But not all, because, for example, the helmets are really difficult for transport. As I was saying, it happens quite a lot that a part of the elements are broken. and it's really expensive to restore everything. Yes. Thank you. So the name is the Romanian gold, not the Thracian gold? Yes. Okay. Although, it's only the ancient pieces, not medieval or late. No, it's more ancient because I'm focusing more on the ancient pieces and I, in my studies, in my research, I'm trying to discuss more the ancient pieces. Were there later pieces? Just medieval. Just medieval that came from the monastery. I think they stopped at the 13th century maximum. But they are quite a different artistic style. Yes, exactly. Exactly. It's a different style. Exactly. So to say it's different collections, different volumes. Yes. Okay. Thank you so much. And we continue with the, with our colleague from Italy, Zhuizzi, and from Università di Bologna. And her topic is about the Chinese contemporary art at the Venice exhibition in 1990s. Zhuizzi, you're welcome. Hello, everyone. Can you hear me well? And my screen is shared. Yes, everything is okay. 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 Hello, everyone. and I'm honored to participate in this conference. Today, I will introduce Chinese contemporary art in the West 1993, utopian ideals and the construction and the presentation is divided into three, three parts. Introduction to the exhibition, analysis, biennale, pluralism, phenomenon, utopia, and heterogeneous culture, spatial analysis and conclusion. After China's reform and opening up in 1978, contemporary art schools and movements began to emerge, followed by foreign salons, organized by embassies in China, which promoted exchanges between Chinese and Western art. 1993 saw the first appearance of Chinese contemporary art at the Venice Biennale. With Lee Hsienting as curator, 14 Chinese artists participated in the bisexual art audience section of the Venice Biennale with a desire for the Italian art maker. So, this is this part, the part of the exhibition. and in addition, Kung Chang'an was the curator of indifference and non-indifference and okay, this is a part of indifference and non-indifference and another part of of changing its name is treasures that voy many artists traveled at their own expense putting their years of savings and artistic aspirations into this trip to Italy. During the exhibition, the artists expressed their disappointment about the exhibition layout, venue, funding, and exhibition effects at the time. This participation sparked an ongoing discussion in China and abroad about the shape of Chinese contemporary art. Okay. Between 1982 and 1992, Chinese contemporary art had already made its mark on the world stage in Paris and Los Angeles. But why did this confident Sino-Italian Contemporary Art Exchange event in 1993 fail to achieve good results? This paper takes the participation of Chinese artists in the Venice Biennale in 1993 as the object of study combined the intersection between the phenomenon of pluralism, culture, ideology, and space in the exhibition and used the key words utopian and heterotopian to reorganize and analyze the utopian episode and the heterogeneous space constructed by heterogeneous Chinese culture in the phenomenon of Sino-Italian contemporary art exchange. Utopian can be understood as an idealistic revolutionary scenario and unrealistic fantasy. Heterotopia represents a heterogeneous culture in the text and a heterogeneous space constructed in reality. initially drawing from the Universal Exhibition and French Salon to establish an ideal international art event. When it encountered official restrictions while receiving marketing support from local art institutions. The initial official academy forces were replaced by heterogeneous avant-garde contemporary art constructed as a contemporary art experimental field. Nineteenth Biennale market oriented operation and various commercial art operations have been quite mature and the exhibition is subject to curatorial, social, economic and artist multi oriented integration. in 1993 the curator Oliver advocated the ideal of pluralism and the influence of cultural nomadism. Oliver's goal as curator of the Biennale was a market and he didn't understand China's national conditions and artistic situation but invaded Chinese artists to participate out of exotic or rintel curiosity. At the same time, the diversity of ideas and cultures in the shape formed by the Biennale and the curator's concept adds heterogeneous culture intermingling background which impacts Chinese participation. The participation of Chinese artists is constrained by the social environment market and the development of cultural thought forming a unique phenomenon of involvement. Chinese artists are passionate, rational and idealistic vision to intervene in international art exhibitions and star artists but lacking a clear purpose and plan. There are specific historical reasons for forming this mentality with utopian idealism. The Sino-Italian exchange was born in an uncertain international situation. The global status had the problem of ideological confrontation and the lack of communication and the stereotypes of Eastern culture didn't interest the West in recognizing the traditional culture and historical genes in Chinese contemporary art. Chinese artists needed the opportunity to engage in dialogue with foreign countries. In 1993, a landmark year for Chinese contemporary art, China participated for the first time in an international exhibition, the Venice Biennale, with contemporary artworks. However, Chinese artists were still in the context of Chinese art. The Chinese economy had just opened up to the reform and opening up, and Chinese officials still maintained a non-supportive attitude towards contemporary art. The costumes of China's internal environment made artists desperate to make their mark in Italy. China participated in the Venice Biennale in 1980 with embroidery and paper cutting. And on the time not representative of Chinese country. Chinese artists have been continuously as a major international executions. This exchange contacts prop artists to aspire to enter the world art mechanism with their revolutionary idealism. They made sacrifice in all aspects, including money, for this significant exhibition. This mentality itself is also problematic. Chinese contemporary art represents a heterogeneous culture that erodes out of linear development of besting art trends. Although Chinese participation didn't result in an effective exchange in 1993, Chinese contemporary art received some attention. The success of Soviet political pop at the Biennale directly or indirectly led the West to associate the emergence of Chinese contemporary art with their ideological product. According to most overseas journals, if Chinese contemporary art was successful in the West in the 1990s, it was mainly in the exotic and hypothetical contemplation of political pop. Chinese artists were prominently placed in the exhibition space, curation, and were featured in several media outlets. The Chinese art market maturely exploited China's unique heterogeneous culture identity and to construct the heterogeneous space in the exhibition and to allow Chinese art to shine. Moreover, the birth of the heterogeneous space mentioned by Foucault is related to utopia, which has an idealistic element, but it's grounded in the construction of space in reality. The two most important art schools in mainland China after 1989, political pop and the cynical realism, are anti-idealistic. Still, in the idealistic mindset of Chinese artists, these works are given an ideal heterogeneous culture. However, in the idealistic perspective of Chinese artists, these works are given an ideal state of heterogeneous culture construction. The work of Chinese artists constructs individual heterogeneity in the exhibition space. The market has been decisive for the Chinese contemporary art system. The turning point of China's market economy was 1992, and China's official art institutions were not supportive of Chinese contemporary art. This situation led to the formation of Chinese contemporary art model with its unique background and the emergence of some heterogeneous developmental ideas that were completely different from those of Western contemporary art. In addition, the academic structure of Chinese contemporary art at that time was imperfect, and the situation of artists was difficult, even very poor. Therefore, when faced with these realities, artists were likely to make the needs of the market the purpose of their artistic creation. China's market approach to exploring the realization of their ideals and the thinking Western recognition in itself creates a more particular and heterogeneous identity. While Chinese artists were still exploring the art market in 1993, some contemporary artists were evildly pursuing poor contemporary art. They wanted to abandon the word Chinese for Chinese artists, not to abandon their national identity, but not to become exceptional in the eyes of Western contemporary art. They developed on the path of self-denying and self-ablation in heterogeneous culture until self-disintegration. And all the efforts made by Chinese artists revolved around heterogeneity. Some scholars are aware of the problem of localization and internationalization of China and want to make China known to the Western world through exchanges. This awareness is also based on the heterogeneity of Chinese culture. We do not hear you. To conclusion, based on the conceptual conceptual concepts, complex influence on society, culture, and economy, the 1993 Sino-Italian Contemporary Art Exchange embodied the utopian ideal, the dissemination of heterogeneous cultural ideas, and the construction of heterogeneous spaces, is intertwined in heterogeneous art exchange. Chinese artists had the illusions about the Western art world, but the reality was not as Chinese artists would have wished, and there were many problems with the communication of this exhibition. China's participation in such a mature contemporary art event in the 1990s was bound to be hampered in various ways, with unforeseen problems of rushed displays, unsatisfactory results, and cost constraints. China's participation in 1993 caused some repercussions. The discussion of Chinese artists in the West was mainly based on the heterogeneity embodied by ideology and become a typical combination of idealism and heterogeneous reality in the exhibition. The failure of the 1993 Venice Biennale at the first Sino-Italian cultural exchange was inevitable, and the conversation was hardly realized at the national level. The conversation was not a dialogue between China and the West, but a kind of power regulation of the art system. The path of Chinese contemporary art is torn between isolated heterogeneous cultures and the fusion of the international, constantly fighting its way through homogenization and heterogeneity. In the last 30 years, Sino-Italian art exchanges have become commonplace, and it is as if Chinese artists at the moment have no destination to fall into a mixed intermingling, whose focus can neither be summarized as being utterly super servant to the market following the Western discourse, nor fully exploiting the heterogeneity of their own culture. Thus, the exhibition and important issues return to the initial exploration of validity of communication and the value of dialogue in the collection. Utopian sentiments on the analysis of artists' spirituality and the heterogeneous space of exhibition constructed by heterogeneous cultures also provide analytical perspectives for exhibition participation. So that's all. Thank you very much for your attention. Thank you so much. I suppose that the theme of exhibitions and their reception and their reflection on the art market is very important since the end of the 19th century, when the market was formed in Europe and especially these huge projects as Venetian Biennale, of course, and all these world art system, which was formed in the contemporary art period. So are there any questions? So then we'll continue with the report of the curator of the Russian Museum, which is also devoted to the contemporary art, and the museum studies here in St. Petersburg. Анастасия Ивановна Карлова, современное искусство в Русском музее к вопросу об особенностях комплектования фондов. Здравствуйте, коллеги! Меня слышно, видно, презентация отражается. Да. Замечательно! Очень рада вас приветствовать. И мой доклад, наверное, во многом будет связан с докладом следующего выступающего Андрея Хлобыстина. Кстати, он один из персонажей моей презентации, точнее его работа. Доклад посвящен такой непростой теме, как проблеме комплектования коллекции современного искусства в Русском музее. Ну, прежде всего, надо сказать, что музей всегда особое внимание уделял созданию коллекции современного искусства и отражению текущего арт-процесса. Но период, когда возникает отдел новейших течений, период 90-х годов, это время особое в нашей стране, в мире, и появляется принципиально новое отношение к искусству, когда новые технологии вторгаются в нашу жизнь, художники начинают обращаться к видео, к медиа, к цифре, использовать самые неожиданные материалы, и историческая ситуация требовала возникновения отдела, который бы отражал меняющиеся требования современности. И вот в 90-е годы отдел проводит ряд выставок, которые становятся одним из главных источников пополнения коллекции. И надо сказать, что такой подход к комплектованию фондов, когда выставка сначала демонстрируется на разных художественных площадках города, они пишет арт-критика пресса, проходит определенный отбор и, наконец, попадает на выставку в музей, то все это может считаться достаточными основаниями для последующего включения произведения в состав фондов. Но путь это довольно непростой, потому что, конечно, многие художники мечтают попасть в коллекцию музея, и предложений о том, чтобы подарить работы в десятки, в сотни раз больше, чем музей может принять. Поэтому неизбежно проведение фондово-закупочных комиссий, переговоров и так далее. Но, тем не менее, на данный момент у нас в фондах более трех с половиной тысяч работ, а около двухсот произведений ожидают фондово-закупочной комиссии. Мы постоянно пополняем наше собрание, но главным источником поступления коллекций и отдельных произведений, начиная с 90-х годов, являются выставки. И такой выставкой «Территория искусства» в 90-м году стала встречей российского международного искусства в корпусе Бенуа, когда один этаж был отдан классикам XX века, а на другом этаже работала так называемая «лаборатория», раздел, где отечественные и международные художники встречались и прямо в залах создавали свои работы. И вот эта практика создания работ специально для выставок, она тоже сохраняется и тоже продолжает пополнять наши фонды. Вот, например, одна из работ из большой инсталляции Александра Флоренского «Бублик для французов», которая, кстати, стала своего рода ответом французской работе «Круассан для русских» она называлась. И вот вошла она в фонды, что существенно это была закупка. Здесь тоже нужно отметить, что в Русском музее никогда закупки не были основным методом пополнения коллекций. Со времени еще царского, с конца XIX века дары играют основную роль, и так продолжается и в советское время, и сейчас. Но если оценивать последние 30-летия, то в 90-е годы закупок было намного больше, чем до и после, и чем сейчас. Вот эта работа, как мы видим, я на многих слайдах привожу наш инвентарный номер НТ, это НТ-45. Это одна из первых работ, поступивших в наше собрание, и она была куплена. Так же, как и работа Франциско Инфанта Арана, это одна из фотографий его большой серии «Жизнь треугольника», когда он создает такие фотографические пейзажи с использованием реального пространства и отраженного с помощью зеркал. Это тоже одна из первых покупок 92-го года. Важной выставкой середины 90-х стала выставка Леонида Борисова, одного из ярких представителей очень редкого для петербургского искусственного направления геометрической абстракции. И после выставки была приобретена его работа «Композиция» 95-го года. И русский музей проводил не только выставки в своих стенах, но очень много было в этот период выездных выставок, когда работы путешествовали, и важным событием стала выставка самоидентификации, показанная в том числе в Германии. И работа Андрея Хлобыстина «Маяковский гендер. Купальный костюм» вошла в наше собрание. Но есть еще один момент, который неизбежно, к сожалению, оказывает влияние на нашу политику формирования собрания. Это такая, так сказать, приземленная тема, как финансы. И никогда не финансировались покупки в достаточных объемах, как нам того бы хотелось. И нередко бывает, что художник, например, передает работу в какой-то период и ждет закупки 10-20 лет. Так произошло, например, с работой Сергея Бугаева «Пособие для сотрудников музея в форме деструкции». Это вещь, одна из первых, на самом деле, попавших в фонды. Она показывалась на той же самой выставке «Территория искусства» и стала таким ироничным ответом на мировую историю искусства. Здесь вот можно увидеть и отсылки к Бюрену, и Лучо Фонтана, и Раушенберг, и Дюшан с заменой произведений, подменой и использованием найденных объектов и так далее. Но вот приобретена она была только в 2002 году. В 90-е годы произошло очень важное для Русского музея событие. Русский музей стал с этого момента Музей международного искусства, потому что получил в дар коллекцию немецких собирателей Петера и Рена Людвиг. Это международное собрание, включающее работы Уорхола, Пабло Пикассо, кстати, единственную позднюю работу Пикассо в России. У нас огромная коллекция Пикассо в Эрмитаже в Пушкинском музее, а вот таких поздних работ в музейных собраниях нет. Но Людвиги подарили нам также и работы наших бывших соотечественников, которые отсутствовали в отечественных музейных собраниях, которые существенно дополнили коллекцию музея. И, конечно, это целые корпусы произведений, поступившие в результате дарений Сергея Бугаева, Тимура Новикова, как вот это собрание произведений представителей группы «Новые художники». Изначально отдел новейших течений создавался как ориентированный на самые разные техники и материалы, потому что, в принципе, деление в Русском музее отделов основано на именно материале и технике. У нас есть отдел живописи, графики, скульптуры и так далее. А мы ориентируемся именно на современность, и фотография собиралась, медиа, начиная с нулевых годов, видео. И вот одна из самых первых серий – это серия Ильи Пеганова, фотографа, который работает с темой бытового предмета и его отражения в фотографии. Огромный корпус работ Игоря Савченко, порядка 600 работ – это его фотоколлекция. Нам сразу, вот на рубеже 90-х, 2000-х наше собрание перевалило за тысячу после поступления его собрания. И с этого момента начинается пополнение коллекции международными произведениями. У нас начинаются выставки иностранных художников, которые поступают в состав фондов отдела и становятся в то же время частью музея Людвига в Русском музее. Это и Педит, и Атерзе, и Шварцер, и многие-многие другие. Нулевые годы – это период, когда отдел новейших течений уже становится частью институционализированного такого пространства современного искусства Петербурга. Потому что в 90-е наш отдел играл скорее роль рупора, инициатора многих художественных явлений. В нулевые уже существуют и проарты, и появляется огромное количество галерей современного искусства, арт-рынок, конкурсы, премии и так далее. И продолжается комплектование фондов, но здесь уже идет скорее отражение того текущего процесса, который существует. Десятые годы, на мой взгляд, стало временем принципиальных изменений на арт-сцене Петербурга и России, потому что появилось новое поколение художников. Мы говорили об этом поколении на выставке вместе с моей коллегой Марией Салтановой. Мы курировали выставку «Поколение 30-летних в современном русском искусстве». Она проходила в прошлом году и стала, кстати, лидером по посещаемости среди выставок мраморного дворца. Более 35 тысяч человек ее посетило. И мы постарались отразить то новое, что привнесли люди нашего поколения, поколение миллениалов. Это рожденные в 80-е и 90-е. И после выставки взяли несколько работ в наши фонды. Это, например, работа Леонида Цхе, художника, выпускника Академии художеств, который, получив профессиональное образование, обладающий прекрасной техникой, стремится вырваться из этих сковывающих рамок академизма. Та формула, которой следовали очень многие художники, наверное, начиная с 19 века. Но он уже под воздействием визуальности, в том числе цифровой визуальности 21 века, пытается, не отказываясь от техники рисунок, а также холст-масл, он работает и в живописи, стремится говорить на современном нам языке. Используя такие методы, как пропуски, какое-то размывание образа, характерное для медиареальности современной, какая-то вот такая смазанная, нечеткая картинка. Или Надя Косинская. Недавно ее замечательная выставка проходила в музее Дягилева. И этот автор тоже, получив прекрасное профессиональное образование, экспериментирует, ищет себя. И вот мы взяли в коллекцию ее работы, созданной с помощью гвоздей. Это рисунки, но рисунки не карандашом, а гвоздями. Стрит-арт ворвался в пространство петербургское, российское, как раз в десятые годы. Такой всплеск интереса к стрит-арту. И многие художники работают и для улицы, и для галереи, для музеев. Среди них Владимир Абих, и он здесь соединяет цифровую интернет-визуальность с пространством города. Делает такие селфи, стилизуя их под маскароны, выполняя их из гипса и помещая пространство города на фасады домов. И в центре города, в том числе в районе Коломны, такие маскароны, селфи становятся такой, мимикрируют под пространство города, нечасто даже обращая на себя внимание. Или вот, например, такие работы Кости Решетникова, чеснок, подаренные им в наши фонды. Надо сказать, что в этот период это уже только дары, закупок мало, и художники, понимая часто невозможность такого долгого ожидания, дарят нам свои вещи, чему мы, конечно, рады. И еще один путь, по которому отдел идет уже давно, этот метод применяли на выставке еще 96-го года, когда отделу было 5 лет, отделу новейших течений 5 лет, так она и называлась. Это когда готовится выставка новых поступлений, и художникам предлагают специально для отдела создать работы или подарить то, что у них есть. И в 2020 году проходила выставка «Художники и коллекционеры дары Русскому музею», большая выставка, и мы получили в дар очень много произведений, в том числе и Влада Кулькова, и Татьяны Назаренко. И в заключительной части выступления хочу остановиться на двух самых проблемных областях, которые сейчас активно разрабатывают со мной, моими коллегами. Это медиаискусство и стрит-арт. Медиаискусство. У нас довольно большая коллекция, которая формируется еще с начала нулевых, а выставки проходили еще с 90-х. И эти вещи, они, согласно инструкции 80-х годов по учету и хранению, просто физически не могут храниться, потому что не предусмотрена была возможность хранения цифровых объектов. Они вносились сначала в карточки, потом в информационную систему КАМИС, как объекты. То есть, грубо говоря, мы храним именно диск или кассету. То, что является только носителем информации, со временем просто исчезнет, испортится. А возможности хранить тиражируемые объекты, она отсутствовала. В 2020 году вышла, наконец, новая инструкция. И, согласно этой новой инструкции, гораздо больше возможностей, но тоже не все однозначно ясно и понятно. Поэтому сейчас идет серия встреч, советов на тему выработки регламента хранения медиаискусства в Русском музее. И мы надеемся, что в результате, в ближайшее время будет принят этот регламент, будет создан единый сервер хранения всех медиаобъектов. Потому что мы знаем, что, например, срок хранения видеокассеты от 30 до 50 лет. После этого пленка просто размагничивается и невозможно будет ее при всем желании проиграть, воспроизвести. Поэтому вот такая проблема в связи с медиаискусством, проблема подлинности, копии, оригинала, авторских прав, права воспроизведения этого, что мы считаем оригиналом. Вот все это сейчас обсуждается, разрабатывается совместно с юристами, совместно с компьютерщиками. И вот надеемся, что будет решена. А вторая проблема – это проблема стрит-арта. Стрит-арт, он по определению не музейный. Художники работают на улице, часто нелегально, они часто хотят остаться анонимными. Главное, они создают свои вещи на стенах, которые могут быть на следующий день уже закрашены. И вот что нам хранить? Конечно, ведется фотодокументация, но это бесценно для архивов, библиотек. Но музей все-таки – это место хранения подлинников. И вот как быть с этим материалом? Здесь однозначных ответов пока, к сожалению, нет. И мировая практика их тоже не дает. Но у нас, например, на выставке «Поколение 30-летних» был такой опыт. Мы предложили художнику сделать авторское повторение собственной работы середины десятых годов. Максим Има создал его на нашей фальш-стене, она называется «Мои стенания». И затем мы эту фальш-стену аккуратно вырезали и храним в фондах. Конечно, это все равно копия, но хотя бы авторская. Таким образом, проблем у музея в области хранения, комплектования, конечно, много. И так как отдел занимается современным искусством, это касается самых новейших техник, материалов и форм искусства. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся на их решение. Благодарю за внимание. Анастасия, спасибо большое. Это чрезвычайно актуальный для нас доклад, как для Музея современных искусств СПБГУ, потому что все эти проблемы, они стоят и перед нами, конечно, не в таком масштабе, как перед Русским музеем. Но мы будем очень благодарны вам за помощь, за взаимодействие, особенно в таком еще и формальном виде, то есть какие-то принятые акты, юридические документы, на которые мы можем ссылаться, потому что вы являетесь флагманом в отечественном современном искусстве, и ваш авторитет не пререкает. Я думаю, что... Будем всегда рады сотрудничеству, обязательно поделимся, когда издадим эти документы. У нас уже 10 редакций этого регламента, мы вот должны к зиме уже закончить эту работу, будем на связи. Спасибо. У меня есть вопрос, могу я задать вопрос? Конечно. Анастасия Ивановна, я была на вашей выставке «Искусство 30-летних», это действительно было очень, на мой взгляд, один из самых лучших проектов праморного дворца, я вас поздравляю. У меня все-таки остался вопрос после вашего доклада, каков принцип формирования фондов, а именно, ну не так глобально, а именно кто отбирает вещи? Да, вот у вас прошли выставки, или вы говорите, была выставка, потом, спустя много лет эта вещь была приобретена в музей. Кто автор отбора? Если один конкретный человек решает отдел, каким образом это происходит? Вы знаете, бывает очень по-разному. У нас довольно большой отдел, 16 человек, и любой сотрудник может предложить работу для включения в фонды. И мы обязательно обсуждаем на заседаниях, окончательное решение, конечно, принимает заведующий Александр Давыдович Боровский, потом, я думаю, как и в Эрмитаже, выносится все на совет музейный, часто это занимает годы. Очень часто бывает, что действительно кто-то предлагает работу, но отдел отклоняет. Но, в общем-то, отдел смотрит на арт-процесс в одном русле, и таких принципиальных у нас споров, пожалуй, в последние годы и не происходило. А на выставку 30-летних мы собирали вещи тоже очень долго, пандемия отложила ее открытие, то есть вместо двух лет мы ее порядка четырех лет ждали возможности, уже давно был каталог сделан, а выставка все не открывалось. И произошли трудности с тем, что некоторые художники успели за это время продать, например, какие-то работы, пришлось брать другие работы, или пришлось брать уже в галереях, а не у художников, а галереи не планировали дарить. Поэтому мы отобрали вот то, что нам интересно, поговорили с авторами, и удалось несколько вещей включить в собрание. Какие-то, например, не удалось, какие мы изначально вот видели в мастерских, но они на тот момент уже обрели владельцев. Поэтому процесс такой довольно творческий, каких-то критериев, наверное, в отличие от искусства. В искусствоведении в принципе нет таких четких критериев, но если с XVIII-XIX веком есть какие-то стилистические особенности, если пополняешь коллекцию определенного направления, там не хватает работ какого-то художника, все проще, то здесь, конечно, ключевую роль играет, наверное, кураторский отбор, но он здесь не индивидуальный, а скорее коллективный. Спасибо. Спасибо. Да, прошу прощения, я не включила звук. Мы завершаем наше заседание докладом Андрея Леонидовича Хлобыстина, который посвящен кураторской деятельности в Музее современных искусств имени Дягилева университета. Ну и вот так вот мы постарались обрамить сегодняшнюю секцию своими стараниями, стараниями музейного управления университета для того, чтобы активнее включиться в мировое музейное сообщество и в надежды на развитие контактов и на продолжение сотрудничества уже дальше. И слово предоставляется Андрею Леонидовичу. Меня слышно? Меня видно? Да. Добрый вечер, дорогие коллеги. Анастасия, спасибо за теплые слова. Вот. Ну, начну с того, что позавчера, 3 октября, была годовщина смерти Татьяны Семеновны Юрьевой, создателя нашего музея современных искусств имени Сергея Павловича Дягилева, Санкт-Петербургского государственного университета. Я хотел бы посвятить эту презентацию ее памяти. Во всем мире университетские музеи играют особую роль, хотя бы в силу их независимости от рыночной конъюнктуры и в какой-то степени свободной идеологии. Вместе с Юрьевой мне довелось побывать в таких музеях. Я помню, как она была восхищена не столько их размерами и оснащенностью, сколько царившей в них креативной атмосферой. Это были такие муравейники студентов, изучающих историю искусства, практикующих различные виды творчества, пробующихся в роли кураторов и очень активно общающихся. Именно таким музеем и хотела бы видеть наш музей Татьяны Семеновны, мечтала. Андрей, если можно, презентацию включи. А что, она не видна? Нет. Нажми, пожалуйста, демонстрацию экрана. Так, сейчас я... Внизу синяя кнопочка. Так, внизу синяя кнопочка. Зеленая. Написано демонстрация экрана, вот прямо в центре. Где, в центре чего? В центре, Андрей, внизу, внизу на экране, у тебя на экране. Так, вот экран. Под твоим изображением. Вот экран и в нее нижняя линия. А, сейчас посмотрим. А, демонстрация экрана. Тогда начнем сначала. Так, Татьяна Семеновна. Нажми. Видно? Сейчас видно? Пока нет. Что ж, я так. Прошу прощения, дамы, господа. Ах, вот я всегда такой. Ну, приятно нам тебя видеть. Ну да, но я чего-то не понимаю, куда мне нажимать. Вам нужно дать на демонстрацию экрана зеленая кнопка, и там будет выбор, что вам демонстрировать. А, ну я сейчас просто ушла демонстрация экрана. Ах. Так, все пропало. Посмотри, у тебя еще ниже строчка. Так. И там должно быть такой значок, который PowerPoint показывает. Вот, демонстрацию экрана я нажал. Так. Совместный стол. Экран. Вот, ты уже запустил. Это я себя вижу и вас. Нет, ты запустил демонстрацию. Мы видим твой рабочий стол. Вот теперь на этом рабочем столе открой презентацию. Так. Где же она? Она у тебя вот в самом низу. Так. Так. У тебя должна быть... Прошу прощения. Сейчас еще попробую. Да, вот это вот она. Первая, первая. Музей с ППГУ. Вот, отлично. Все. Вкрылась? Да. Так. Семена Семеновна. Да. Дальше. Музеи. Про музеи я сказал. Дальше как это... Ты можешь дальше читать доклад и прокручивать. Просто прокручивать. Просто щелкивать, да, на карту. Хорошо. Ну, на фоне других университетских музеев современное искусство, масштабы и мощности нашего музея выглядят более, чем скромно. Но зато у него красивое обороченное название. Откуда оно взялось? В 60-80-е годы в СССР было популярно слово клуб. Клуб веселых и находчивых, ленинградский рок-клуб, клуб ленинградских искусствоведов и так далее. В 90-е все стало называться центрами, государственные центры современного искусства и так далее. А сейчас у нас, по-видимому, превалирует слово пространство. Так вот, на волне перестройки в 1989 году Юрьева создает центр имени Дягилева, который располагался в мраморном дворце, тогда еще не русском музее, а музее Ленина. Центр был коммерческой организацией, помогавшей независимым художникам. Вот вы видите слева договор с Иваном Сотником, с группой «Новые художники». А главными покупателями после московского аукциона «Собис» тогда были иностранцы, в отношениях с которыми наиболее весомым был, конечно же, бренд Дягилева. В 2000-е годы ситуация в стране меняется, и Татьяна Семеновна решает перейти под респектабельную юрисдикцию Санкт-Петербургского университета, передав ему часть своего собрания. Основную часть его, очевидно, составляли подарки благодарных друзей-художников. И в 2009 году собрание центра превращается в музей. Ныне наш музей располагается на набережной литеранты Шмидта, дом 11, где занимает небольшой 100-метровый круглый зал с видом на него. Здесь проходит время на выставке. То есть, условно, можно сказать, что у нас музей функционирует по принципу кунстхали, хотя, конечно, это невозможно сравнивать с гамбургским кунстхали Вернера Хоффмана, например. Коллекция музея составляет всего лишь около 400 единиц хранения. В основном это произведения художников-нонконформистов, друзей Татьяны Семенны. Это движение достигло своего пика в 70-е годы у нас. Работы находятся в неплохо организованном хранилище, которое располагается под Петербохом на территории университетского комплекса в Михайловке. Наш музей во многом не отличается от русского музея тем, что не имеет материальной возможности покупать работы в свою коллекцию и в основном принимает их в дар. Так недавно собрание пополнилось, по-моему, дюжинной работы Олега Лягачева, классика ленинградского монотонформиста, участника знаменитой выставки текелажников в государственном Эрмитаже, ныне проживающего в Париже, а также классика местной скульптуры Константина Симуна. Татьяна Симеевна была человеком необычайной энергии, размаха и изобретательности. На протяжении нескольких лет она своими силами и своих трех сотрудников организовывала балтийские беналии на различных площадках города, в которых принимали участие десятки человек из различных стран. В университете скромными силами музея проводились международные научные конференции, опять же, с десятками участников, сопровождавшиеся выставками соответствующего содержания. Было выпущено несколько десятков сборников, альбомов, научных каталогов. Выставки музея были крайне разнообразны. От выставок детского творчества, вот такой праздник Мухомора, выставка женской живописи, живая женская живопись, собравшая более 20 участников от 20 до 80 лет. было уделено внимание различным проектам дигитального искусства и сайенс-арта. В данном случае вы видите сайенс-артистку Наталью Федорову в Ботаническом саду университета. В 21-м году наш зал был преображен под совместную выставку Светланы Островой и Владислава Мамышева-Монро, посвященную «Звездным войнам» в такой вот зал космического корабля. Проходили и выставки видео-арта активистского искусства. Это вот была выставка художницы Вепревой. Еще одна феминистическая группа, которая называется «Ленинградский нуар». Выставка художницы московской ориентации, такого психодрического сказочного свойства в духе московского концептуализма и постмедгерменевтики Леры Ниберу. Представлялись у нас и различные художники из национальных школ. Вот тут картина Марата Губайдулина из Казани. Также были художники-шаманы из Коми, художники из Гонконга. Здесь вот выставка двух собратьев художников, представляющих Ленинградскую и Московскую школу живописи Олега Маслова и Юры Мелькостисяна. Это нам не задавали. Вот такая своеобразная выставка-постановка, где художники создали различного рода постановки для воображаемых натюрмортов. Уделяем мы внимание и живописи современных, респектабельных, авторитетных художников. Вот недавно упоминалась «Хосинская надежда», тоже ее выставка недавно прошла. Ну и, конечно же, преподаватели университета. Проходят такие экспериментальные выставки в содружестве с другими музеями. Это выставка «Восстание лайтбоксеров», может быть, первая в мире выставка лайтбоксов, которую мы организовали в зеленом зале музея Набокова. Ну и, конечно же, огромное значение уделяется различным преподавательским проектам. Ну вот вы видите почти что такой шизофренический шквал искусства самого разного плана. С чем это связано? Почему это я показываю? Ну, конечно же, это связано с тем, что в современном искусстве нету мейнстрима, и в целом оно потеряло субстанцию. Никто не может утверждать, что это искусство сегодня живопись, феминистский активизм, сайнс-арт или что-то иное. И инерция данная Татьяны Семеновны так велика, что с начала этого года мы уже провели силами трех сотрудников 12 выставок. В университете, не говоря уже о различных дигитальных проектах, лекциях, образовательных программах и множестве иных разнообразных публикаций, в том числе в соцсетях. Ну и, конечно же, огромную часть усилий занимает бюрократическая работа, которую требует государственная организация. То есть наш музей, происходящий изначально из стратегии 80-х годов, является своеобразным таким вот трансформером, что мне напоминает музей новой академии изящных искусств 90-х годов Тимура Новикова, с которым я сотрудничал, который в любой момент мог превратиться в музей современного искусства, место для вечеринки, мастерскую художника и так далее и тому подобное. Вот такие вот трансформеры – это один из символов 80-х годов, они покоряли мир. Ну, как я сказал, это искусство делается практически… Деятельность музея происходит практически из ничего, без какой-либо серьезной материальной базы. Ну, тут же важен принцип Тома Сойера, вовлекающего всех своих друзей, окружающих в покраску забора. И тут важны слова ленинградского Дэнди, тоже члена группы «Новые художники», барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова, который высокомерно говорил о нытиках, но он конформистов, постоянно жалующихся, что им чего-то не додали, что-то не позволяют. Он говорил, мы исходим из принципов художников оп-арта. Если нет искусства, мы его создадим. Не во что одеться, создадим одежды. Нет музыки – напишем музыку, будем танцевать. Если возвратиться к теме музееведения, то надо отметить, что оно восходит, конечно же, вкус к истории, вкус к руине. Это восходит к анекдоту про Микеланджело. Вот мы сейчас видели, как реставраторы, из-под их рук выходят такие идеальные белые чистые объекты. У Гуанаротти был совершенно противоположный план. Он сделал имитацию античной скульптуры, слегка ее повредил, закопал землю, чтобы потом коммерчески ее сбыть. С детства я участвовал в археологических экспедициях, и меня обучили, что самым ценным материалом, конечно же, является отвал, является помойка, то, что находится во рву, всякий трэш. Там находится самый ценный материал. И из этого же принципа исходят многие корифеи современного искусства. Здесь видите Балтянского, Илью Кубакова, которые используют трэш и мусор в своих работах. Также для понимания принципов формирования материала современного музея важную роль играют идеи отечественного космизма и понятия ноосферы. Это люди, которые говорили о неразличимости духовного и материального. Ну, что же делать тогда, из каких принципов надо исходить, когда искусство не имеет субстанцию, что, собственно, коллекционировать, что, собственно, архивировать. Тут можно обратиться к другим, значит, важным для нашей цивилизации принципам, которые воплотил, значит, Иоанн Моск, написавший в VII веке книгу «Лук духовный». Незадолго до арабской экспансии он путешествовал по Ближнему Востоку и собирал сведения о чудесах и подвижниках. И, в общем-то, современное музееведение, архивирование, по моему опыту, вот сводится во многом к стяжанию в благодати Божией и свидетельству о чудесах. Столь же важны, конечно же, идеи русских авангардистов Ильязда, Ильи Заданевича и Ларионова о всеочестве, о том, что все искусство и все художники. В современной ситуации мы видим, как все больше и больше, благодаря новейшим технологиям, творчеством начинают заниматься простые люди во всех концах мира. Также они начинают заниматься коллекционированием, особенно наполненные различного рода коллекциями социальные сети, Инстаграм, например. Коллекционируют самые разные вещи, но в основном это всякого рода приколы или диковины, как сказали бы раньше. И вот это повсеместное коллекционирование возвращает нас в архаическую эпоху. Музейведение возвращает обратное в эпоху кунсткамеры, когда вот эти диковины, одети собирались теми, кто имел к этому возможность. Ну и вот этот народный концептуализм, на мой взгляд, постепенно должен заменить институционизированное искусство, которое не заметило, как почва ушла в него из-под ног, а реальным творчеством занимаются самые простые люди во всех концах белого света. И вот из таких принципов мы делали свою последнюю выставку, которая была посвящена образу группы кино 60-летию ее лидера Виктора Цоя, где были собраны и произведения художников с мировой известностью и, например, вот куртка Виктора Цоя, в которой он снимался в фильмах «Игла» и «Аса», и различного рода бытовые вещи, предметы, за которыми охотятся фанаты и коллекционеры. Галстук, люди умудрились снять даже счетчик и взять к нему свидетельство в местном же ключе от двери Цоя, его резьба, разного рода подделки. И вот это все сопровождается словами о том, что вот этот фетишизм является одним из начальных словолосева о том, что этот фетишизм является одним из началов религии. Вот на этом, господа, все устали, я думаю, что можно завершить мою речь. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Андрей, а скажите, есть какие-то планы ближайших выставок, что интересное планируете показывать? Ой, у нас, по-моему, у нас всех все настолько неопределенно. Конечно, есть какие-то планы, но вот прямо напрямую сказать, что вот что-то удастся вот такое создать, вот мы с Екатериной сотрудники, но вот определенно сказать, что и где произойдет, сейчас очень сложно, хотя планов громадье, конечно. Удачи вам в их реализации. Это не соображение промышленного шпионажа, а просто я хотел бы отвечать за свои слова, что мы так или иначе проведем все или другие выставки. Спасибо. Анастасия, я, если можно, чуть-чуть отвечу на вопрос. То есть у нас есть такие выставки, которые запланированы давно и которые, в общем-то, не являются такими следовательскими проектами, но можно про них упомянуть. Вот через 19 числа мы откроем выступку новых поступлений, которые у нас поступили за последние два года, то есть с пандемией, там будут работы и Вячеслава Михайлова, и Лягачева, и Луки, то есть те, которые попали в музей недавно. В будущем году у нас запланирована выставка Феликса Волосенкова, потому что он пожертвовал в последнем году, ну вот еще в прошлом году, более 20 своих работ, они большие, ну масштабные, как у него всегда, и, соответственно, вот его выставка пройдет, ну как в цикле наших, ну мастеров искусства, так и в рамках новых выступлений, опять-таки. Да, очень интересно, будем приходить смотреть, спасибо. Да, надо ходить друг к другу в гости почаще. Вот, будем рады. Есть ли еще вопросы? Да, вот у меня есть еще вопрос, я хотела бы задать вопрос, не вижу, слышно ли меня. Слышно? Слышно, слышно. Отлично. Скажите, пожалуйста, вы, ну вот вы описали примерно вашу концепцию, да, вы видите себя как музей именно как бы условно говоря петербургского феномена художественного или вы открыты любым международным процессом? Ну, я рассказывал о том, что мы много лет проводили Балтийские импенали, где участвовали люди из там, из многих-многих стран. Были установлены очень тесные связи с Гонконгом, соответственно, с США и так далее. Все это вот, мы всему этому открыты так же, как и открыты нашей провинции и космосу в целом. Ну, вот открытие, открытость это принцип и вы как-то формулировали для себя свою нишу именно опять же в мире петербургских художественных галереи, художественных музеев современного искусства, которых у нас несколько, то есть это именно концепт, концепт арт, искусство концептуальное скорее, чем искусство традиционной визуальности. Ну, как вы видите, преобладают выставки все равно традиционные, попросту стена, картина. К сожалению, да, хотелось бы в космос влетать. вот, ну, можно еще вопрос? Да, пожалуйста. Андрей Леонидович, скажи, пожалуйста, вот вопрос, ну, меня крайне волнует вопрос картинного обрамления, да, я знаю, что музеи, государственные музеи, да, сейчас идут по пути, если при наличии денег, естественно, деньги это наше все, как проблема, да, но при наличии денег покупается, да, этот мертвый фабричный багет и живопись одевается вот в этот мертвый фабричный багет, при этом совершенно убивается. Вот в вашем музее как-то эта концепция пересматривается по-своему, если вообще она стоит, это такая проблема по отношению к живописным работам, не имеющим авторским рамкам? У нас в основном вот работа к нам попала и, так сказать, максимально ее там смочить в давливании, все сохраняется в первозданном виде в основном, отправляясь в хранилище. Такого, чтобы мы там заменяли рамы, быть не может. А если нет рамы, это замечательно на самом деле, а если нет рамы и, допустим, нужно куда-то отправить на выставку, то отправляется без обрамления или вот как этот вопрос решается? Отправляется в том виде, в каком она есть. Замечательно. То есть, на самом деле, вот такие как бы начало хороших традиций в музее ведения. Ну, да, возвращение в арха... Ну, как бы, когда теряются основания, мы возвращаемся в эпоху романтики и архаики. Вот. Мы, искусство становится не чем-то вот конкретным, а вот надеждой, верой в искусство. И активизируются различные архаические стратегии, технологии. Вот. То есть, исходим из того, что имеем, голь на выдумке хитра. Замечательно. Спасибо. Ну, я хотел сказать, что графику мы храним листами, то есть, без рамы и без стекол, как все. Понятно. Вот. А живопись, ну, вот как попало, но я не могу сказать, что у нас было много рам. То есть, это скорее исключение. Спасибо. Дарьян. Так. Такая оживленная дискуссия. Я надеюсь, что мы в Петербурге здесь продолжим ее на каких-то других площадках и вживую. Мы придем в Русский музей, в Эрмитар. Всегда добро пожаловать, всегда вас ждем. Приходите. Мы очень рады вас видеть. Вот. И, наверное, мы тогда подведем итог нашей дискуссии. мы затронули различные проблемы реставрации и музееведения в нашем заседании. И организаторы конференции в конце года, скорее всего, объявят сбор статей для сборников 2023 и 2024 года. Вообще обычно практика показывает, что проблематика 20-го, ну, поздняя проблематика 20-го, 21-го века, она попадает во второй том. Но, то есть, этот том будет 24-го года, но бывают также и исключения в зависимости от формирования, собственно, разделов, потому что, как вы знаете, наш сборник не всегда совпадает с заседаниями. Это связано с тем, что количество заседаний значительно больше, чем заявленных рубрикаций в сборнике, которые имеют более традиционный характер. Вот я вспомнил, что какая может быть определенная выставка, это художники универсанты, художники, учившиеся, имевшие какое-то отношение к университету? Если кто знает кого, подсказывайте, пожалуйста. К университету, именно к СПБГУ, да? Да, СПБГУ, именно наш университет. Дело в том, что в 24-м году, в феврале, мы будем праздновать 300-летие юбилей, и мы планируем как коллективные выставки универсантов, ну, допустим, второй половины 20-го века и 21-го века, то есть, может быть, по одной работе. Ну, и так, в принципе, на будущее мы планируем и какие-то персональные выставки. Именно мы называем эту серию универсантов и сотрудников университета, потому что, как вы знаете, факультет искусств появился в 21-м веке, в 2008-м году, и тот, кто там преподает, он не закончил университет, и поэтому формально не является универсантом. Ну, вот сразу же могу сказать, Андрей Эндер, Олег Лягачев, Генри Худяков, Евгений Рухин, Валентин Герасименко, Валерий Черкасов, Вадим Бойнов, Люциан Долинский, Валерий Валеран, Владимир Шинкарев, видите, уже сразу же такая... Я думала, что Герасименко закончил Академию художеств, разве он с ПБГУ закончил? Учился. Да? Дело в том, что многие художники, они учились не на историческом, не на факультете искусств. Лягачев, например, он учился на физфаке пару курсов, а потом учился в Академии художеств. Ну, вот мы как бы считаем, что если человек учился в университете, А Вадим Воинов, кстати, упомянули или нет? Да, конечно. Глеб Ершов, Иван Чечет, Валерий Шалабин. А Люциан на каком факультете учился? Вот сейчас я могу заглянуть, конечно, ну, по-моему, сейчас, секундочку, у меня здесь не работает интернет, пардон. Ну, посмотрите, можно набрать википедии просто. Спасибо. Да. Вот, ну, еще, допустим, Наташа Романова, поэтесса, художник-панк Григорий Ющенко. Борис Гребенщиков. Борис Гребенщиков. В общем, надо быть веселее на фоне вот этих всех тенденций, не поддаваться умению, это большой грех. Хорошо, дорогие коллеги, мы завершаем наше заседание. Завтра будет целый день и там будет также искусство 20 века, которое может быть не безинтересно коллегам. И если здесь, но я не вижу уже реставраторов, забыла им сказать, что завтра в секции по русскому искусству 18-19 века будут также доклады по Кускова и непосредственно сотрудников Кускова. А сборники вышли наверное уже до прошлого года? Значит, сборник 21 года вышел, 22-го находится в верстке, я думаю, что через месяц, но оно же в издательстве верстки, вы получите электронный на вычетку корректуру, и в этом году точно это проиндексируется в электронном виде. Спасибо. А издательство как издательство СПБГУ решит с печатью, потому что тираж предназначен в первую очередь для библиотек, но, насколько я знаю, какие-то прошлые сборники продаются на сайте издательства. Спасибо. Всем спасибо, всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо, было очень интересно. Все доброе. Dear colleagues, thank you very much for your contributions. You are very welcome to publish your reports in our actual problems of theory and history of art volume, which is indexed by Scopus. And the open call for the publications will be at the end of the year or in January 2023. So, dear colleagues, goodbye, see you later. До свидания, дорогие коллеги. Приглашаю вас на заседание завтра. Ссылки у вас есть, они также будут работать. Екатерина Юрьевна, спасибо вам огромное за титанический труд по организации этой конференции. Конференция организована Московским Государственным Университетом и вот такой непрерывный зум он предоставлен именно Московским Университетом и техническое кураторство осуществляла Софья Шадрина и тоже особая благодарность. Безусловно. Коллегам в Москве спасибо большое. Спасибо. До свидания, счастливо. Спасибо. Всего доброго. До свидания.